совсем ошиблись, либо же все было бы нормально. Ну да ладно. Интересно, на самом деле. По первому делу, очень интересная игра. Эта поездка за город пойдет вам на пользу. Холмс. Как ваш друг и ваш доктор. Я настоятельно советую вам полностью сменить чего-то там. Свежий воздух, бодрые прогулки, наблюдение за птицами, колка дров звучит непри... Я имею ввиду, конечно, это звучит восхитительно. Но вы так и не сказали, кто ваш друг? Тот, к кому мы едем в Костю. Он любитель пчел. Любитель пчел? Имейте ввиду, он их разводит? Должно быть, миссис Хадсон несет теплые вещи, о которых я попросил. Кое-кто желает видеть вас, мистер Холмс. Нет времени, прогоните его, кто бы он ни был. Да, Холмс, нам в самом деле пора отправляться. Это его брат, наверное. Ну, не знаю, мне так кажется. Угадал? Ооо, ни хера себе, да ладно! Мистер Холмс, возможно, вы не помните меня, я доктор Уатсон. Мы встречались с тобой. Диаген. Хорош! По одним ботиночкам угадал. На самом деле, это я просто угадал. Написал наши знакомства, расскажите, что-то там. Он помнит Уатсон. Мой брат помнит все. И именно поэтому его так ценят в правительстве. Мы собираем... Он не похож даже на Майкрофт, но ладно. Вы знаете, Шерлок, мне нужна твоя помощь. Появились люди, представившие угрозу до нашей страны и королевы. Ты должен помочь нам этими своими методами. нужна помощь. Не те слова, с которыми ты ассоциируешься у меня, Майкрофт. Я написал тебе письмо, но ты не ответил, и это дело касается не политики, а людей. Людей, похожих на тех, которых ты пытаешься защищать в своих небольших детективных увлечениях. Все касается политики, если речь идет о тебе, Майкрофт, я не заинтересован. Предложи своим агентам, шпионам, или кому похуже, взяться за эту работу. Ты защищаешь своих людей, но они имеют до крайности мало общего с теми, кому я предпочитаю помогать. В этом все дело, ты думаешь так же, как и они. Кто такие они? Веселые молодцы, о которых говорит... Он говорит о веселых молодцах, шайке террористов, идеалистов. Шерлок, пожалуйста, обдумайте это. Обдумай. Они мыслят, что это дьявольское, твоя страна нуждается в тебе. Ты нуждаешься во мне, Майкрофт, и ты не вся страна. Хотя, если ты еще немного прибавишь в талии... Миссис Хадсон, в чая нет необходимости. Доктор Ватсон, проводник поезда, мистер Паркер, предупрежден, что вы опоздаете на 7 минут. Ваши места в четвертом вагоне. Поезд будет вас ждать, Шерлок, наслаждаясь пребыванием. Ставфорд шире. И, пожалуйста, хотя бы напиши мне, когда я вернешься. Про... Что-то молодцов вот этих говорил и Лестрейд. Я не очень понимаю, кто это такие. Видимо, какая-то сверхкрутая банда, которых все боятся. Уж если даже он из правительства приехал с ним поговорить. Короче, ладно. Ну, то, что я про Майкрофт угадал, вот это было сильно сейчас, так, письма взять, посмотреть. Здесь я храню свою почту. Взять письма. Да, давай возьмем. Письмо взять. От лондонской полиции не скрыться. Чудовищное убийство бывшего капитана Питера Керри, также известного как Черный Питер Раскрыта. Сведения, полученные Скотланд-Ярдом из надежного источника, не двусмысленно указали на то, что убийцей Питера Керри был Патрик Кентс. Мы надежный источник. Один из его подчиненных гарпунчиков. Этот опасный преступник был собственноручно пойман бравым инспектором Лестрейдом, одержавшим верх в рукопашной схватке. О, смотрите, как все привирают. Патрик Кентс уже приговорен к смертной казни. Блин, обидно, пацана убили. Ну, он жестокий убийца в целом. Ну, то, что... Ай, господи, инспектором Лестрейдом, одержавшим верх в рукопашной схватке. Вот это вот прям такие забавные слова. Так, Питер Керри был убит с Патриком Кентсом, профессиональным гарпунчиком. Для тополя Кентс виновен, обвинить Керса. Ну, да. Давайте спейс... Блин, давайте спейс нажмем. Кентс виновен, обвинить Керса. Я угадал на 100%! Прикинь! А, нет, обвинить Кентса я не угадал, походу. Кентс виновен, это я, видимо, зелененько угадал, но то, что обвинить Кернса походу не угадал. А, да, насрать! Не, я не очень понимаю, угадал. Но то, что Кентс виновен, это очевидно. А вот то, что вот это зелененький мне горит, я не знаю, так должно быть или нет. Видимо, я не угадал. Ну, обидно, но ладно. Гарпун, которым убили и убили Питера Керри. О, это вознаграждение. Баррикония, гарпун спер. Ладно, движемся дальше. Что мне сделать, надо было? Задание. Ночная станция, ожидание поезда, невероятная загадка. Холмс и Ватсона начали с отдыха и попадают в самый центр там. Ух ты. Интересно, интересно. Так, там куда-то нажать, наверное, нужно. Бейкер-стрит. А станции никакой нет на карте. Куда идти-то? А, может, еще письмо надо? Второе, там же второе письмо было. Второе надо прочитать. Здесь я храню свою почту. Нет, второе, походу, надо прочитать. Газеты. Мой архив, я всегда могу найти нужную информацию. А чего сделать-то нужно? Бля, как-то я с вами понимаю. Может, с Ватсоном поболтать? Кто говорит? Холмс, остановите кэп, пока я собираю чемодан. Мы опознаем... А, подождите, остановите кэп, давайте, пойдем останавливать кэп. Как выйти отсюда? Ватсон, я возьму нам кэп. Выезжаем на станцию через пять минут. Неделю спустя. Ни хрена себе, у тебя пять минут. Неделя. походу после каждого задания письма будут. Дедуктивный значок показывает, что на самом на один ходик можно сделать дедуктивный вывод и продвинуться в расследовании. Хладненько. В дальнейшем мы всегда будем полностью проделывать задания, то есть находить все улики, стараться и все аспекты дела открывать, а потом уже делать какой-то вывод. Какая темная ночь. В зале ожидания было теплее. Поскольку начальник станции сообщил, что поезд прибывает, нам не придется долго ждать. Он наврал, я думаю. Ланец. Ох, наконец. Внимание, поезд прибывает на станцию, держитесь подальше от края платформы. И смотри, сам на сам кроис. Я возьму сумки и ваш треклятый чемодан с архивом, он весь архив с собой, там же газет было полкомнаты. Но, Холмс, огни, они погасли. Что-то произошло, и я не слышу звука приближающего поезда. Э, поезд сперли. Простите, сэр, вы не обещаете, что пришел? Я, я не знаю. Это как если бы поезд растворился в воздухе. ууууу. Холмс, скажите хоть что-то, быстрее. Захватим фонарь и посмотрим. Поезд исчез, ты, смотри, Гарри Гудини какой-то пришел. Пойдем Гудини искать. Слишком темно, только туман и рельсы. Ничего больше. Нет смысла осматриваться ночью. Мы вернемся сюда утром. Нихрена себе кто-то поезд украл. Следующим утром очень рано. Так очень рано утром тоже ни хрена не видно Так же как и ночью Что за бред Если это очень рано Это часов 6 наверное может 5 Там же еще даже солнце не встало То же самое что и ночью в общем то Странно ну да ладно Ай вот мы снова На станции Ипшем Впереди длинный день Что ж начнем наше расследование Let's begin our Не знаю как расследование Он там что то сказал но я не очень понял Так Ипшем Это места Так раскроете тайну исчезнувшего поезда Смотрите пути где исчез поезд Улики документы Разговоры Ну в общем пойдемте осматриваться С Джоном Подожди Ипшем А мне не в ту сторону Я походу я 2 раза в ту сторону пошел И меня выбросил обратно Это видимо конец локации И тебе Автоматически открывается карта Так а где поезд Вон там по моему исчез Да или вон там Вон там по моему Там вроде здания вон то стояло Пойдемте осматривать Есть какая нибудь лестница Вон нормально Так Да что ты меня так пугаешь Нет походу не там Походу где Да подожди туда беги Где осматриваться то С той что ли стороны Мне казалось Лондон Донкастер Ух ты Мы где то между Лондоном и Донкастером Ну ладно И в Шем Я в таком месте даже не слышал Ху-ху-ху Петухи Ну значит совсем Ультрой и правда Если петухи Вот F F мне еще не говорили нажимать Талант воображения Позволяет представить себе предметы и события Но только в ограниченных ситуациях Ух ты Поезд ехал Именно на этом месте вчера исчез поезд Концентрируйтесь на поиске деталей Которые другие не заметили Шпалы Осмотреть Путевые шпалы Ничего необычного Пустая бутылка Посмотреть Прошлый предмет вероятно из поезда Ну смотрите даже в Англии Ублюдки всякие сорят и кидают из окон поезда Всякий мусор На земле отсутствуют следы транспорта Или людей Рельсы посмотреть Рельсы не трогали Здесь нет ничего необычного Тупо все смотреть Нет никаких признаков того Что поезд проезжал по этой ветке И никаких других следов Вообще ничего Здесь нет улик Но отрицательный результат Тоже результат Ну согласен Я вижу к чему вы клоните Нет улика Вы улыбаетесь Скажи он тупой Даже я уже понял Да, Уатсон, я улыбаюсь Загадка выглядит крайне многообещающей Но если здесь Расследование не будет простым Нужно изучить карту региона Возможно начальник станции Одолжит нам одну Понял К начальнику надо идти Но смотрите Если здесь чисто физически Нет никакого подтверждения Поезда Значит логично предположить Что его здесь и не было Соответственно Это была Может быть какая-то световая Не знаю Ну всякие фокусы Знаете Вот эти вот С зеркалами Со всякой фигней Со светом Там же был туман Ночь Господи Чего ты там разберешь Может быть реально Гудини приехал Нас повеселить Я правда не знаю Совпадает ли Временная Дата с Гудини Почему нет А где начальник О, вот письменный стол Телеграмма Взять Телеграмму посмотреть Сообщение для всех станций Мистер Робинсон Находится В Брингстон стейшн Точнее на Брингстон Или как это правильно Бридлайнтон стейшн Короче Думаю следует встретиться С мистером Робинсоном Понял Сообщение всем станциями Находится на станции Бридлингтон Да, что-то в английском Я все-таки шарю Так А кто такой мистер Робинсон Телеграф Посмотреть А телеграф Просто слушай Вот эти вот Очевидное Сообщение Конечно Спасибо Что они их добавили Но Блин Можно было и без них А где найти Начальника станции У него что-то взять Карту По-моему Было взять А вот он наверное Сидит Да Смотритель станции Поговорить Доброе утро Доброе утро Позвольте представиться Меня зовут Шерлок Холмс И это мой друг и коллега Джон Ватсон Да Я вас помню Начальник станции Эверетт Здесь вы были вчера Так вы мистер Холмс Знаменитый детектив Будете расследовать Что произошло Полагаю что так Это невероятно Что весь поезд Мог вот так исчезнуть А если подумать Обо всех тех беднягах Внутри Пассажирах Машинисте Портрет Давайте его Портрет составим Так Га По Ма Нет Грязь Что-то Какая-то грязь Ну-ка давайте Грязь искать Следы Чего-то там Здесь я не помню На З Что-то начинается А вот З Значок смотрителя А здесь Что-то на О Начинается О Бр Оборванная Хрень какая-то Судя по всему Куда нажать А вот руки Пятна грязи Я же говорил Грязь Кольцо А Обручальное кольцо Я думал Оборванное Что-то А здесь Что-то на С Следы Следы А вот Следы Грязи Нет Нет Или да Нет Следы Ищите следы Какие-то А Седые Седые Волосы Так Информация О поезде Давайте Информация О поезде Вы не могли бы нам Рассказать О самом Поезде Что ж В нем Не было Ничего особенного По крайней мере Ничего Не вспоминается У меня Не особо Цепкая Память Однако Если пожелаете Вы сможете Взять отчет О составе Поезда Он в моем Кабинете Понял Там по-любому Гуди не ехал Вот сотку ставлю Я бы хотел Получить подробную Карту путей Этого Огрука Ну конечно Можете взять Ту Что на стене В зале ожидания Ага Значит нужно К нему в кабинет В зале ожидания Что ж Всего доброго Мой друг Тап Раскройте Тайны Исчезнувшего Поезда Соберите Больше информации О поезде Найдите Карту окрестности Так Карта окрестности В зале ожидания Давайте Значит возьмем Карту Она где-то на стене Он сказал Да Это она Или вот это может быть Не это Не похоже Зал ожидания А почему нас сюда пустили А вот Мешки С почтой Путевые почтовые мешки Понял Я думал Никоник письмо Украдет оттуда Полезное Так ладно Тут больше походу Лавить нечего А где зал ожидания Кто-нибудь Знат как он выглядит Там должно быть сиденье Наверное какие-то А вот лавки Может быть где-то здесь Так Давайте искать то Что похоже на карта Ватсон отойти Что-то Не мешает Что-то похоже на карту Должно быть Вот какая-то карта Но это видимо не карта окрестности Вот карта Или нет А вот да Железнодорожная карта Посмотреть Железнодорожная карта Взять Но нам разрешили ее взять Поэтому мы ее возьмем Эта карта Может быть полезной Ноттингем Лондон А мы вот здесь Да Мы ближе к Лондону Чем к Ноттингему Причем значительно ближе И Вот здесь вот исчез поезд То есть со стороны Ноттингема Если вспомнить Он ехал на нас То есть он ехал Соответственно Из Ноттингема в Лондон И где-то вот здесь Вот около станции Он исчез Но мне кажется Что это реально Какой-то фокус был А его сперли где-то вот тут На пути в лесу Где-нибудь Может в каньоне Вот тут Его остановили Что-то с ним сделали Ну а на посмотку Короче Не будем гадать Слишком такие расплывчатые Потому что Гранные об этом деле И что-то адекватное Предположить даже тяжело Так И нужно теперь к нему В этот Сходить В его кабинет Там где мы Какую-то Робин Про Робинсон Узнали Нам Мы должны взять Список Список людей По-моему А вот состав Поезда Вот состав Поезда Я не успел Прочитать Там что-то Лот кто-то был А вот Маршрут Ноттингем Лондон Тип Номер 324 Состав Локомотив Вагон Для перевозки Угля Вагон Первого класса Почтовый Вагон Специальный Заказанный Мистером Робинсоном Вагон Второго Класса Заказан Мистером Робинсоном То есть Кстати Может быть Что Вот этот Специальный Вагон Который Мистером Робинсоном Заказан Он мог быть С чем-то Очень ценным И поэтому Поезд Украли Ну или может Не весь Поезд Поезд Остановили И Что-то Сделали С этим Вагоном Потому что Вагон Для угля Локомотив Это я думаю То что Тянет За собой Все остальное Вагон Для перевозки Угля Тоже вряд ли Чем-то Таким Существенным Отличается Вагон Первого класса Ну там Люди Богатые Едут Ничего Такого Почтовый Вряд ли В почте Что-то Интересное Здесь Может быть Что-то Интересное Потому что Весьма Такой Таинственный Вагон Ну а Вагон Второго Класса Там Люди Победнее Вряд ли Для воров Для воров Что-то Было Тоже Полезное Так Ладненько Что мы Теперь Мы все Нашли Что нам Нужно Некоторые Улики Могут По моему В расследовании Они Отмечаются Специальным Значком Это мы Еще С прошлого Дела Знаем Спросить Исчезнувший Поезд Имел Следующий Специальный Наверное Вагон Мистер Робин Что это За вагон Что там Было Наверное Он знает Давайте Спросим Специальный О Я же Говорил Очевидно Судя По отчету О составе Поезда В нем Был Специальный Вагон Что Это Такое Это Секретный Вагон Его Заказывают Частные Лица Обычно В нем Перевозят Что-то Ценное Но Это Да Это Очень Просто На самом деле У Таких Вагонов Железные Стенки Без Каких Либо Окон И Они Закрываются На Сложный Кодовый Замок Это Важная Информация Вам Известно Что Именно Перевозили В этом Вагоне Конечно Нет Нет Он Частный Я Не И Не И Не 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 Понял Пассажир Ну смотрите Вагон С кодовым Замком Никаких Окон Никаких Дверей То есть Ну Это Только Этот Кодовый Замок Который Что-то Открывает Да Какой-нибудь Люк Может Что-то Такое Соответственно Поскольку Кодовый Замок Сложный Сразу Его Открыть Тем более В движущемся Поезде Наверное Не Представляется Возможным Поэтому Поезд Сперли Чтобы В этот Вагон Попасть Наверняка Ну Как бы Стоячий Вагон Намного Проще Попасть Вскрыть Его Может Не знаю Как Сломать Было Ли Что-то Необычное Связанное С Пассажирами Поезда Что Вы Имейте Ввиду Вроде Политиков Нет Я Не знаю Но Сейчас Когда Вы Это Сказали Да Кое-что Было Пришла Телеграмма Со Станции Бридлингтон Поезд Задерживается Из-за Проблемы С Пассажирами Но Какие Именно Проблемы Они Не Написали Это Интересно Станция Бридлингтон Название Сложно Вы Упомянули Проблемы На станции Я бы Хотел Съездить Туда Вы Не Отметите Ее На Местной Карте Конечно Это Пригодная Станция Вы Можете Взять Кэп До Нее А Пригородная Господи Пригодная Всего доброго Друг Мой Блин Он Так То Вообще Много Всего Полезного Наговорил Реально Сейчас Мы Сразу Нужно Кэп Найти Вот Кэп Стоит И нужно Отправиться На станцию Так Соберите Информацию Знаете Что Перевозили Значит Нам Нужно Спросить Начальник Станции Ившим Получил Телеграмму О том Что Поезд Задерживается Из-за Проблем С пассажирами На станции Бридлингтон Ну Короче Нам Нужно Пойти На станцию Бридлингтон И спросить У Главного Там То есть Ну У Смотрителя Станции Что случилось В принципе Первое Что приходит В голову Пока Что Все Очень Логично Что В том Деле Что В этом То есть В целом Здесь Выбивается Из всего Поезда Сразу Вот Этот Специальный Вагон Ну В котором Логично Предположить Что Тут Что То Ценное Может Храниться Вот И Соответственно Наверное Все Дело Будет Завязано Вокруг Этого Вагона Ну И Соответственно Мистер Робинсон Так Путевые Почтовые Мешки Опять же Ничего Интересного На столе Тут Тоже Может Туда Как-то Зайти Можно Там Посмотреть Ладно Нельзя Или Можно Здесь Вроде Тоже Ничего Интересного Часы Сколько Времени Ух Тут Дядька А Это Ватсон Я думаю Дядька Бежит Примерно 11 Минут Второго Может 12 Дверь Разгневанный Пассажир Он Не Выглядит Разгневанным Обычно Разгневанные Орут Там Что-то Требуют Там Он Спокойно Стоит Это Безобразие И Так Всегда Случается С Этими Компаниями Никакого Уважения К Пассажирам Что Случилось Что Ты Такой Серьезный Хочется Спросить Как Джокер Там Не Особо Видно Здесь Грубая Что-то Грубая Что-то Давайте Посмотрим Куда Нажать А Вот Рабочая Одежда Он По одной Пуговице Это Понял Куда Еще Нажать А Вот Дешевый Билет Ага Значит Он Был Пассажиром Второго Вагона Но Это Опять же Очевидно О Кольцо Женат Вряд Вряд Ли Мне Это Как-то Поможет А Вот Рука Мне Стоп Грубая Кожа Портрет Персонажа Создан А Вот Что Случилось Пожалуйста Успокойтесь Сэр Что Вас Встревожило Встревожило Что Меня Встревожило Я Расскажу Вам Прошлой Ночью Мы С Коллегой Ехали В Поезде Домой А Потом Появился Этот Чудной Билетный Контролер Который Сойди С поезда И Притом Очень Грубо Интересно Смотрите То есть Контролер Всех Лишних Пассажиров Которые Видимо Ему Не особо Нужны Были На Поезде Он Всех Заставлял Сойти И Весьма Грубой Форме Чтобы Они Ну Подчинились Да То есть Ладненько Пассажир С Исчезнувшего Поезда Вы Ехали В том Поезде Что Исчез Прошлой Ночью Да Но Мне все равно Потому что Нам пришлось бы Сойти В любом случае Наши билеты Были в порядке Это точно И в довершение Всего Билетный контролер Высадил всех За исключением Кучки богатеев Конечно Таким Как они Билеты Не нужны Смотрите Реально Всех Лишних Они с поезда Согнали И оставили Каких-то Богатых Ребяток Которые Наверняка Что-то знали Про Специальный вагон Описание Богачей Не могли вы Рассказать Что-то еще О счастливой Группе Да Могу Они все Иностранцы Похожие На испанцев Франты Со змеиными Глазами Гудбай Сэр Интересно Интересно Посмотрите Какой колоритный Сидит Какой прям Царь жизни Сидит Такой В развалочку Король положения Ты говоришь Что ты Хвачишь Давайте Поговорим С ним Так Что он Интересно Скажет Добрый день Добрый день И с кем Я разговариваю Меня зовут Шерлок Холмс А это Вы представляете Эту чертову Железнодорожную Компанию Поэтому У меня Жалоба Мы не из Этой компании Мы Ну в таком Случае Мистер Шерлок Фломс Прошу Извинить Я не в настроении Заниматься Пустой Болтавой Какой он Смотрите Чествешный Ублюдок Какой Сидит Такой Значит Тут Король Давайте Ка мы Его портрет Составим Сейчас Вот Что нибудь Скажем Австралийская Шляпа Ух ты Иностранец Смотрите Там были Испанцы Он сказал Или Итальянцы Испанцы По моему Он говорил Австралийская Шляпа Сейчас Кольт Найдем Он такой По этим По кенгурухам Стреляет Так Дорогая Одежда А Видимо Это Ну Понятно Че он Тогда Чествешник Такой Богатей Которого Согнали С этого С поезда Конечно Он будет Недоволен А поскольку Он богат То естественно Перстень Вы посмотрите Какое Или это Кольцо Большое Золотое Кольцо Какое Вы посмотрите Богатый Ублюдок Ботинки Да Наверное Дорогие Туфли Кожа Крокодила Мистер Робинсон А Это Он Да Ладно Вы Должно Быть Мистер Робинсон Верно Да Из Это Коррект Я веду Расследование Дела Об Исчезнувшем Поезде Мне бы Хотелось Чтобы Вы Ответили На Мои Вопросы Ах Ладно Хорошо Мне Нечего Скрывать Как Он Узнал Что Это Робинсон Я В шоке Специальный Вагон Полагаю Что Вы Заказали Специальный Вагон Да Специально Для того Чтобы Безопасно Провести Мой Прототип В Лондон Мой Прототип Произведет Революцию Он Может Вырабатывать Электричество Интересно Я Бизнесмен И Инженер Я Уже Нашел Нескольких Потенциальных Заказчиков Для моего Изобретения Но Я Очень Надеялся На Совет Директоров Ехавших В поезде Прошлой Ночи Смотрите Совет Директоров Которому Он Наверняка Что-то Сказал Про Прототип Поскольку Он Надеялся То есть Они Наверное Должны Были Как-то Защитить Да Этот Прототип Они Возможно Оказались Продажными Тварями Которые Его Решили Украсть То есть Если Этот Прототип Должен Произвести Революцию И Он Вырабатывает Электричество Поскольку Сейчас Все На Свечках Держится Я Так По Первому Квесту Посмотрел Там Очень Много Свечей Было Электричество Видимо Еще Не Особо Развито Возможно Они Решили Себе Это Этот Прототип Заполучить Так Ценность Прототипа Давайте Спросим Тоже Революционное Изобретение Оно Очень Ценно Боже Мой Сэр Оно Бесценно Оно Оно Способно Изменить Весь Наш Мир И при этом Я продавал Его Почти Даром Из Любви к Человечеству Знаете Ли Не знаю Смогу ли Отправиться После Такой Катастрофы Не могу Поверить Что Оно Исчезло В этом Проклятом Поезде Так Господи Еще Один Собери В чем Проблема Если Ты Его Создал Вы Ехали В Поезде Мистер Робинсон Прошу Уточнить Вы Сопровождали Ваш Прототип Думаю Да Да Сопровождал Но Мне Пришлось Сойти Из Поезда Из Этого Тупого Начальника Станов Понятно Я Получил Телеграмму Что Один Важный Человек Мистер Бромсби Желает Встретиться В зале Ожидания Я Просто Сообщил Вам Мистер Бромси Состоятельный Джентльмен Его Интерес К моему Изобретению Был Неожиданным Так Что Да Я Согласился На встречу К Несчастью Его Там Не Было Я Подумал Что Вероятно Он Задерживается И Решил Подождать Но Несмотря На Все Мои Просьбы Поезд Поехал Без Меня Абсолютно Недопустимо У нас Строгое Расписание Мы Не Могли Ждать Правила Подписывают Отправление Предписывают Отправление Поездов Вы Идиот Вы За Это Заплатите Я Вас Уверяю Смотрите Мистер Бромсби Вот Опять Ждай Если Так Подумать Он Знал Про Про Прототип Вдруг Как Он Говорит Неожиданное Рвение Значит К этому Прототипу У него Родилось Почему Бо Он Не Захотел Украсть Да Вы Упомянули Совет Директоров Какую Компанию Они Представляют Чилийскую Компанию Барказаз Я Договорился С ними О встрече Но Они Исчезли Вместе С поездом И моим Прототипом Что Вам Известно О Компании Барказаз Это Большая Южноамериканская Компания Они Проявили Большой Интерес К моему Прототипу И У них Хватило Средства Для Вложения Билетный Контролер Заставил Покинуть Поезд Всех Пассажиров Кроме Директоров Компании Барказаз Чилийской Компании Я не теряюсь Ну То есть Судя по всему Прототип Это Имеется Ввиду Что Какой-то Маленький Конструктор Который Наглядно Показывает Выработку Электричества В каких-то Небольших Объемах А компания Видимо Согласилась Дать ему Кучу денег На то Чтобы создать Точно такую же Машину Только Огромную Чтобы Электричество Вырабатывалось Много И его Хватало На Большое Количество Людей Наверное Как-то Так Никаких Следов Поезда Поезд Исчез Вместе С людьми Чилийцы Остались В поезде Специальный Вагон Ладно Давайте Почитаем Чилийцы Остались В поезде Из поезда Высадили Всех Пассажиров Кроме Директоров Чилийской Компании Барказас Они Единственные Поехали Дальше После Станции Бридлингтон Ну Соответственно Они могут Быть причастны К краже Это Вполне Логично Так Специальный Вагон В исчезнувшем Поезде Был специальный Вагон Заказанный Мистером Робинсоном В нем Везли Очень важный Прототип Так Никаких Следов Поезда Поезд Попросту Испарился Нет Никаких Следов На том Месте Откуда Он Исчез Ну Значит Его Там И не Было Соответственно Это Логично Не мог Он Просто Так Исчезнуть А потом Вместе С ним Исчезнуть И все Следы Это Было Странно Поезд Исчез Вместе С людьми Поезд Исчез Вместе Со Всеми Пассажирами И персоналом Заключение Случайность Чилийцы Случайно Остались В поезде Билетный Контролер Их Не заметил Но Это Чепуха Так Точно Не могло Быть Чилийцы Исчезли Директоров Чилийской Компании Барказац Специально Оставили В поезде Контролер Высадил Всех Пассажиров Из поезда Кроме Чилийцев Вот В это Я поверю Больше И наверное На этом Пока Буду Строить Свои Дальнейшее Рассуждение Так Специальный Вагон Никаких Следов Поезда Вряд ли Это Связано Ну Давайте Жмакнем Ну Да Не Связано Это Было Глупо Потому Что Никакой Реально Прямой Связи У них Нет Ладненько Больше У нас Улик Никаких Пока Что Нет Связать В общем То Какие Мысли Больше Не Представляется Возможным Давайте Что Нибудь Еще По Ищем Так Спросить Начальник Станции Ившим Получил Телеграмму О том Что Какие То Проблемы С Пассажирами Ля Ля Тополя Значит Нужно Набрить Лингтони Вот Здесь Где Мы Находимся Найти Начальника Станции Давайте Искать Начальника Станции Наверное Это Он Да Смотритель Станции Что Нам Интересного Скажет Добрый День Джентльмены Чем Я могу Вам Помочь Добрый Понятно Я Начальник Станции Бертрам Но Мой Шеф Не давал Мне Распоряжений Не знаю Можно ли Не беспокоитесь У меня Всего Несколько Маленьких Вопросов Проблемы С пассажирами Так Начальник Станции Эверред Из Ившим Рассказал Что Вы сообщили О проблеме С пассажирами Прошлой ночью Верно На этом поезде Регулярно Едут Рабочие Из Ноттингема Но вчера Всех Заставили Выйти На моей станции Не представляю Зачем Это задержало Поезд Но хуже Всего То Что Мне Нужно Разбираться С двумя Разъединенными Пассажирами Которые Жалуются На услуги Компании Они Просидели Здесь Всю Ночь Но Люди Редко Обращают Внимание На правила Знаете Да Есть Очень Четкие И ясные Правила Параграф 234 Статья 2 Г 43 Гласит Что В случае Жалобы Вам следует Да 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 Спасибо Я понимаю Портрет Давайте Его портрет Создадим Так Шапка Нет Глаз Молодой Понял Чистая Одежда Судя по всему Давайте Чистую одежду Найдем Чистая одежда Ну тут Даже Видно Было И Инструкция Инструкция Какая Инструкция А вот Инструкция Блин Они бы хоть Замазали Как-то Получше Что-ли Что-то Прочитать Нельзя Было Пятна Чернил На рукаве Наверное Где-нибудь А вот Пятна Чернил Это реально Надо было Замазать Вообще В хлам Чтобы не видно Было А то и Даже так Прочитать Нельзя Что-нибудь Необычное В читах Помимо Высадки Пассажиров Заметили Либо Либо Еще Необычное Прошлая Ночь Заметил Я указал Это в своем Рапорте Высшестоящему Начальству Что же это Извините Но я не могу Вам сказать Сообщение Начальника Конфиденциально Конфиденциально Говорите Как долго Вы здесь Работаете Я работаю Достаточно Долго Чтобы Научиться Управлять Станцией Кью 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 Быстрее Кью Так Сообщение Начальника Секретно Опоздание Поезда Карта Путей Состав Поезда Новый Начальник Станции Робинсон Сошел Так Сообщение Начальника Секретно С чем это Можно Опоздание Поезда Вряд ли Поезда Часто Опаздывают Карта Путей Сложено Вряд ли Что-то Может быть Секретного Вот Состав Поезда То есть Может быть Секретно Именно Из-за Специального Вагона Потому Что Опять же Если Он Специальный И Частного Лица То О нем Лучше Всем Не Рассказывать Новый Начальник Станции Вряд Ли Потому Что Он Говорил Что Начальник У них Не Менялся Точнее Не Говорил Про То Что Он Менялся Робинсон Сошел С поезда Но Тут Непонятно Как Это Может С Секретом Связано Давайте Наверное Состав Поезда Жмакнем Не Угадал Прикинь Нихера Себя Блин А какое Умо Заключение Было Клевое Блин А тогда Карта Путей Сообщение Начальника Секретно Новый Начальник Станции Ну Давайте Попробуем Позвольте Горить Наскуту Мистер Бертрам Ваш возраст И неуверенность В работе Достаточно Очевидна Вы не можете Отрицать Что лишь Недавно Закончили Учиться Я был Лучшим На курсе Послушайте Молодой Человек Я понимаю Что вы Пытаетесь Защититься Всеми Вашими Правилами Но Я Представляю Закон Но Он Лжец Вы Препятствуете Расследованию Важного Инцидента Я бы Предложил Вам Действовать Сообща С мистером Холмсом Подумайте О карьере Ааа Хорошо Расскажу Вам Все Как они Давят На него Сначала Я отругал Билетного Контролера Это Он Сказал Пассажирам Выйти Но Он Не Имел Права Этого Делать Он Был Очень Груб И Затем Уже Позже Я Получил Очень Своеобразную Телеграмму От Моего Коллеги Со Станции Чистерфилд Следующий Твою Мать Чего Следующий Ладно И Что Же Было В Телеграмме Ну Там Очень Странная Вещь Она Практически Нечитаемая Множество Ошибок И Все Расплывчато По Ней Трудно Понять Отъехал Ли Поезд От Станции Или Нет Можете Сами Попытаться Это Сделать Как Вы Шоке Я Спасибо Спасибо Нам Следует Поехать На Станцию Чистерфилд Нужно Выяснить Видел ли Начальник Поезд Или Нет Четтерфилд Железнодорожная Станция Ля-ля-ля Прибыл В 0.30 Утправился В 0.35 Странная Ошибка Ну Он Так Что Все С Ошибкой А Четтерфилд Это Типа Чистерфилд Да Там Она По Другому Называлась Это Первая Ошибка Железнодорожная Станция Господи Сколько ошибок Пеец Я на самом деле Сначала Прочитал По правильному А потом Когда Вгляделся Что тут Вообще Все В ошибках Офигеть Так Давайте Почитаем Еще раз Что он Там Говорил Я Одну Фразу Пропустил Не Дочитал Где-то В конце А Вот И Затем Уже Позже Я Получил Свообразный Телеграмм От Мой Коллеги Станция Следующая Остановка По Этой Ветке Так У нас Есть Три Новых Портрета Начальник Станции Ившем Ему 60 Долгое Время Был Женат Свежая Грязь На Рукавах Указывает На Частую Работу В Саду Его Почетный Значок Начальника Станции Свидетельствует О Его Долгой Службе Выражает Всем Своим Видом Желание Тихой Стабильной Жизни Ну Человек В общем-то На пенсии Спокойненько Размеренно Себе Живет С Женой У него Есть Сад Обычное Дело Да То есть Нужно Чем-то Заниматься Начальник Станции Опять же Ничего Такого Сверх Естественного Почти Не Происходит Ну Ладно Так Рассерженный Пассажир Судя по рукам Одежде Он является Специалистом Рабочим Нет багажа Едет Один Не путешествует Не в отпуске С женой Ездит 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 Этим Поездом Каждый День На работу И Обратно Он Привык Железной Дороге И должен Знать Станции И постоянных Пассажиров Тут и интересно То есть Он Если До хрена Чего знает Про дорогу Может быть Полезно Что-то Может Рассказать О Людях Которые В поезде Ехали Робинсон Состоятельный Человек Высоко Ценится Обществом На что Указывают Дорогая Одежда И золотое Кольцо Австралийская Шляпа И туфли Из крокодиловой Кожи Выдают В нем Иностранца Возможно Он в деловой Поездке Ну Вполне Логично В целом Все Вроде Правильно Так Начальник Станции Бридлингтон Начальник Станции Бридлингтон Очень молод Старается Одеваться Опрятно И внимательно Исполнять Свои обязанности Свежие чернила На руке Указывают На то Что он Много писал Похоже Он недавно Закончил Учебу И это Его первое Серьезное Назначение Ну короче Понятно Обычный Ботаник Который Только Нашел Свою Работу После Учебы Так Нажмите Т Давайте Нажмем Т Что это Надо Что Что Сделать А Во Щель в полу Так Листок Бумаги Так Документ Взять Страховой Полис Для прототипа Робинсона Приличный Ё-моё Там походу Он реально До хрена стоит Страховой Полис Номер 25 6458 Так Томас Робинсон Застраховал Свой прототип Автономный Электрический Генератор Откуда Они такие слова Знают Генератор Автономный Электрический Они же Только Пытаются Создать Это Так Ладно Настоящим Полисом Гарантируется Возмещение Стоимости Прототипа До 50% В случае Его потери Он же сказал Что он его Задаром Продавал Там 50% От небольшой Суммы Это же вообще Так Ладно Максимальная Сумма Выплаты 15000 Фунтов Это почти Задаром 15000 Фунтов Ты серьезно Так Срок действия Один год Возможно Направили 15000 Фунтов Это Максимальная Сумма Выплаты То есть Далеко Не факт Что он Столько Стоил Ладненько Понял То есть Я что-то Погорячился Про 15000 Фунтов Так Ага Сообщение Из Честерфилда Спросить Сообщение От начальника Станции Честерфилда Было множество Ошибок Оно Простите Не читаем Ну нет Там можно Прочитать На самом деле Трудно Понять Приехал Поезд на Станцию Или нет Да нет Там все понятно Он приехал В 0.30 Уехал Со станции В 0.35 Чего там Можно не прочитать Там ошибки Детские Спросить Ценный Страховой полис Для прототипа Ну спросить Про генератор Это нужно У самого Робинсона Это же его Генератор Точнее Прототип Соответственно У него Нужно спросить Давайте Спросим Вот не знаю Только у кого Спросить Про ошибки Вот эти Не понимаю Пока Страховка Для прототипа Судя по этому документу У вас есть Страховка Для прототипа О Слава богу Где вы ее нашли Возле телеграфа Должно быть выпало Когда я пытался Отправить сообщение Но мне помешали Прошу прощения За это Но правила запрещают Использование Телеграфа Для построения Попомните мое слово И вы вырой И вы сами Выройте себе яму Вы не знаете С кем связались Какой же он Чисвошник Слушайте Цельный соквояж Смотрю Вы носите соквояж С собой Почему бы не оставить Его в комнате Для багажа Мне есть о чем думать И без этого Я потерял свой прототип Этот идет Начальник стоит рядом И ничем не помогает Ну че он так пацана Ну Ох Но Да ничего не сделано Начальник станции Полагаю В правилах написано Что багаж должен сдаваться В багажную комнату Я немедленно Сделаю это Сэр Прошу прощения Этот робинсон Тот еще тип Нужно узнать О нем побольше Блин ну реально Вот этот Такой чисвошный урод Так пацана гоняет Даже немножко жалко Пацан после учебы Еще неопытный Не знает как реагировать Ему помогать надо А он его так гоняет Ничего не трогайте Ничего не трогайте Пожалуйста А где багаж Куда он его дел А вот телеграф Посмотри Как посмотреть на телеграф Телеграф Понял Ничего интересного Так Нужно Тут по любому Что то должно быть Такое Что можно украсть Холм уже любит Все воровать Так Здесь ничего нет Ничего не трогайте Пожалуйста Понял Ладненько Давайте У него был Какой то Так Это скандал Совершенное безобразие А куда он дел Его сумку Он же говорил Что это что то Дорогое Наверняка Ее осмотреть А может где то здесь Нет здесь письма Были Хотя А во Багаж Робинсона Смотри Правда Багаж Робинсона Этот саквояж Принадлежит Мистеру Робинсона Ничего себе Полагаю Нужно открыть его Холмс У нас Форс Мажорное обстоятельство Я прослежу Ух ты Конечно На самом деле Холмс любит Всякие такие штуки Незаконные Чтобы Это помогало Ему действовать Так Давайте попробуем Открыть Как в тот раз Сначала покрутим Самую внешнюю часть Выделим Какие то Полезные Вот эти вот Линии Давайте вот От этих линий Отталкиваться Нужно Две линии Которые можно С этими линиями Раз А двух Нету Да Блин Двух нету Ну допустим То есть тут 50 на 50 Угадаешь Не угадаешь Да Допустим Вот так Давайте дальше Ага Теперь покрутим Какую нибудь линию А здесь еще есть линия Нет Больше линии нет Допустим Вот с этой свяжем Так А здесь у нас Что Ага Ага Вот допустим Вот так Малек Не сходится Хотя Вот так Вот вроде бы Даже сходится Так Теперь покрутим Вот эту часть Ааа Яй-яй Вот значит Вот эта линия Должна как-то Совпадать Да Во Хару Все совпало Деловые бумаги Посмотреть Смотрите Ватсон Стопка контрактов Очень подозрительно Нужно внимательно Их изучить Да и листать Так Это эксклюзивный контракт На продажу А почему Некоторые красные Выделяются А некоторые нет А это он типа Выделяет Самые главные слова Эксклюзивный контракт На Продажу Понял Значит Эксклюзивный контракт На продажу Прототипа Изобретения Предназначенного Для выработки И передачи Электроэнергии Автономным способом Компания Эмитсон Электрик Покупатель Понимает Что покупает Прототип Как есть И согласна с этим Ну как есть Типа он может быть Недоработан Ну что Так Мистер Томас Робинсон Продавец Не несет Ответственности За любые проблемы Которые могут Возникнуть С прототипом После покупки Ну то есть Он его продает В целости И сохранности Рабочим А если они Потом напортачат То Как бы Робинсон Не виноват В целом Все логично Значит Независимо от того Были ли они Известны Во время покупки Подожди Проблемы Которые могут Возникнуть С прототипом После покупки Независимо от того Были ли они Известны Во время покупки Да Алло Лампа Включайся Вот Отлично Так Покупатель Обязуется Обязуется Внести залог В размере 10% Стоимости Прототипа В момент Подписания Контракта Отдельная сумма Передается В течение Одного Месяца То есть Сначала 10% Платится Когда Контракт Подписывается А потом Частями Это все Доплачивается Так Д Листать Ага Контракт Это Эксклюзивный Контракт На продажу Прототипы Изобретения Предназначены Для выработки И передачи Компания Геннер Электрик Покупатель Понимает Что покупатель Как есть Подожди Так это То же самое Только с другой Компанией Компания Гонконг Да ладно Он Хитрожопый Ублюдок Ты посмотри Он всем Подряд Ее начал Продавать Покупатель Обязывается Но тут То же самое Все написано Контракт Эксклюзивный Контракт На продажу Для выработки Ляли Они все Как под копирку Ты посмотри Это походу Какой-то шаблон Есть Автономно Спознан Честь Компания Барканзас Покупали А вот Кстати Чилийская Компания Барканзас Которая Походу Просекла Что есть Миллионы Контрактов И Решила Спереть Наверное Ты посмотри Какой хитрый Урод Вообще Всем подряд Начал Продавать Ля-ля-ля Тополя Робинсон Продавец Офигеть Что ж Вполне Очевидно Что Робинсон Собирал Предоплату С разных Людей За свой Прототип Офигеть И потом Они ему Еще и Доплачивали Постепенно То есть Вот Так-то Он реально Много Денег Срубил Значит Прототип Интересовал Многих Никаких Следов Поезда Телеграма Из Честерфилда Прототип Был Застрахован Специальный Вагон Чего Пусть Чем Связать Телеграма Из Честерфилда Может быть Прототип Интересовал Многих Телеграма Как-то Может быть Связан Нет Не Связан Да Никаких Следов Поезда Прототип Был Застрахован Прототип Был Застрахован Специальный Вагон О Паньки Мотив Робинсона Потеря Прототипа Принесет Деньги Мистеру Робинсу Благодаря Страховке И уже Подписанным Многочисленным Контрактом А То есть Проблема О которых Говорится В этом В контрактах Имеется ввиду Что он может быть Потерян Этот прототип И Как бы Робинсон Не несет Никакой Ответственности Да ладно Даже так Может быть То есть Он может Короче Со всех Срубить Деньги И при этом Никому Этот прототип Не отдать То есть Он сам У себя Получается Может его Украсть И при этом Все обязаны Будут ему Заплатить Деньги Но при этом Никакого Прототипа Не получат Ух ты Какой Ублюдок Ты посмотри Не ну Здесь я думаю Чилийцы Исчезли Я думаю Что это стоит Оставить Вряд ли Это лишнее Так Никаких следов Поезда Прототип Интересовал Многих Специально Давайте Прототип Интересовал Многих И никаких Следований Не ну Это тоже Вряд ли Связано Ладно Пока не знаю Что еще Тут можно С чем Связать Не будем Просто так Клацать Это Бессмысленно Я думаю Так Слушайте А вот это Уже Интересненько Может он Правда Сам у себя Спер Ох Честерфилд Что там Интересного Хотя Я не особо Понимаю Что мне Должно Сделать На пустых Бутылок Так Объявление Для рыболовов Объявление Рыбалки Понял Тоже Ничего Интересного Так Дверь Открыть Здесь Может кем Билеты Билеты Ну это Билетная Касса Судя по Всему Давайте Ладно Откроем Дверь Телеграф Телеграф Азбука Морзе Ух ты Азбука Морзе Посмотреть Я считал Что все Начальники Станции Знают Азбуку Морзе Ну нет А это Видимо Подсказка Для Этого Для Вот этого Чувака Который Можешь Что По Телеграф Передавать Но Азбука Морзе Она же Вроде Не Сложная Уж Такие Люди Я думаю Реально Должны Наизусть Знать Которые Постоянно На ней Общаются Через Телеграф Странно Ну ладно Смотреть А поговорить Смотритель Станции Поговорить С ним Давайте Как он Может спать На такой Работе Простите Сэр Проснитесь О Его Дыхание Он Возможно Выпил Не одну Пинту И Это Ответ На вопрос Как Имеете Ввиду Отключился От алкоголя Проснитесь Что Поезд 72 Поезд На 18 часов Примыл Добрый день Мы расследуем Исчезновение Вчерашнего Ночного Поезда И хотим Задать вам Несколько Вопросов Но бутылки В мусорной В мусорном Ведре Наверное Его Потому что Вообще В хламину Пьяный Пассажиры В поезде Кто-либо Из пассажиров Сошел С того Поезда Прошлой Ночью Нет Никто Я думаю Впрочем Я не выходил Из кабинета Так что Несомненно Вы были Очень заняты И не представляете Здесь нет Ни минуты Покоя Приходится Отправлять Телеграмму Каждый раз Когда поезд Приезжает И отъезжает Ну поэтому Там было Столько ошибок В телеграмме Он наверняка Пьяный Вообще В дрободан Ее посылал Поэтому Там В каждом Слове Ошибки И плюс Он не знает Судя по Подсказке Азбуку Морзе Тогда Вообще Все плохо Как он Хоть Как-то Смог Отправить Непонятно Потому что В целом Там читабельная Более-менее Но Тяжело Читабельная Записка То есть Там хотя бы Слова Связаны Между собой Только с ошибками Написано Красный нос Чистая одежда Значок Пуговица Не знаю Рука Женат Что не все Женаты Фляжка Господи А да Фляга в кармане Правда На что еще Можно нажать А вот Леска Портрет персонажа Слова Ну он походу Рубак Судя по всему Странное сообщение Начальник станции Бертрам Из Бридлингтона Показал мне Странную телеграмму Которую вы отправили Вчера О поезде Но Очень непонятно Что Он маленький Привередливый Пронера Этот Бертрам Я все четко помню Было поздно Я устал Но сделал свою работу И что С того Мне нужно быть Таким мелочным Я согласен Не нужно быть Таким мелочным Пьянство Карта путей Страховая Я хорошо помню Этот поезд Опоздание Поезда Страховой Полис Карта путей Пьянство Состав Поезда Блин Блин Я не знаю Тут кстати Уже не очевидно В первом задании Было очевидно О чем спрашивать А здесь Как-то уже не очевидно Нифига Хорошо помню Этот поезд Может состав Поезда Спросить Про Вагон Специальный Ну пьянство Вряд ли Как-то вообще Относится К поезду Наверное Бессмысленно Опоздание Поезда Тоже Вряд ли Может Страховой Полис Нет Значит Состав Поезда Наверное Пьянство Что? Он Пьянство Что-либо Что-либо Я Помню Все Честно Было 遅д И Я Требен Но Я Требен Так Что? Не Нужно Требен Что-либо 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 О, угадал. Вы не устали, вы напились. Расскажите мне правду, или я не погнушаюсь отразить ваше состояние в своем работе. Мой друг имеет в виду, что вы лишитесь своей работы. Ну ладно, я был пьян. Я не особо много запомнился вчерашнего, сказать по правде. Пожалуйста, не серчайте на меня. Холмс, этот человек основательно напился спиртным. Он не совсем беспомощный, но через некоторое время станет очевидно, что его показаниям не стоит доверять. Ну да, тут я согласен. Смотритель Честерфилда ненадежен, но наверное с телеграммой связать можно. Так, проехал Честерфилд. Поезд проехал станцию Честерфилд, однако нет уверенности, что начальник станции об этом сообщил. Не проехал Честерфилд. Поезд не проезжал станцию. Начальник станции был пьян. Его показаниям нельзя верить. Он мог отправить телеграмму, даже не увидев поезд. Давайте подумаем. Смотрите, как было. Может быть он уснул пьяный, да? И, соответственно, после того, как проснулся, посмотрел на часы. А время было такое, что поезд, по идее, уже должен был уехать с его станции. Там же расписание жесткое, да, у поездов. И наверняка эти машинисты, у них есть тоже расписание. Вот. Соответственно, поезд приехал на станцию. И уехал вовремя. Либо же он даже и не приезжал на станцию. Но при этом, когда он проснулся, он проснулся уже после. И видит, что, очевидно, нету поезда. Он же не знает, приезжал он или нет. Но при этом он должен отправить телеграмму на следующую станцию, что поезд был у него. И, соответственно, посмотрев на часы, он решил сделать вид. Якобы он сделал свою работу. И отправил телеграмму, даже не зная, проезжал поезд или нет. То есть, в целом, вот это весьма логично. Что поезд не проезжал станцию. И вполне возможно, что он даже и не видел поезд. Потому что телеграмму-то он все-таки отправил. Но она была очень кривая, очень неправильная и с кучей ошибок. Поэтому, наверное, он и правда просто в дрободан пьяный. Что-то там накалякал, через телеграф натыкал, точнее. И все. И отправил. Вот этому я бы поверил больше. Ладно, что у нас там по уликам интересного. Портрет новый. Портрет этого. Значит, начальник станции Честерфилд. Начальник станции Честерфилд. Алкогольная зависимость. Состояние его лица, в особенности носа. Это подтверждает. Его жена все равно к нему хорошо относится. Он ленив, рассеян и не особо подходит для своей должности. Ленив, рассеян, пьяница. Ну да, он мог тут нормально напортачить. На самом деле, он очень усложнил дело. Так, внимательно осмотрите станцию Честерфилд. Возможно, здесь есть что-то полезное. Что ж, давайте. Давайте осмотрим. Заперто. Нет необходимости просить начальника станции. Мы сами вскроем замок. Ну да, он пьяный, даже ничего не заметит. Я думаю, давайте вскроем. Значит, ну, по стандарту. Начнем с самого внешнего куска. Здесь мы вот соединили очень удачно. Здесь уже как бы подходит. И вот это вот с этим соединим. Так. И остается вот крутнуть чуть-чуть вот это вот. Не совпадает, да? Ага. А почему не совпадает? Вроде так все шоколадно. А, вот здесь не совпадает. Давайте тогда крутнем вот это вот, чтобы тут совпало. Так, что теперь? А, вот все совпадает. Отлично. В пое не заходил? Коробки раздали? Нет, сегодня в поежку не заходил. Вчера мне коробку не дали. Но сегодня в чате уже писали, что коробки до сих пор нет. Буквально, может, часа два назад чувак спросил. Кстати, тебе дали коробку в пое? Мне нет. То есть, я думаю, что если я зайду в пое, то мне тоже коробку не дали. А, подожди, а мы же открыли дверь. Надо туда зайти посмотреть, что там. Мы же ее не зря взламывали. Мешки с почтой. Путевые. А, вот инструменты. Инструменты. Эти инструменты использовали недавно. Они еще грязные. Нужно о них спросить. Значит, этой лопатой что-то копали, да? Так, нужно нажать какое-то... Точнее, найти какую-то улику. Ой-ой-ой. Слезы. Здесь недавно тащили мешки. Мешок двигать. Бутылки. Посмотреть. Французское вино. Отличный урожай. Эти бутылки и не купишь на жалование начальника станции. Вероятно, их взяли из посылок. Позор. Начальник станции спер бутылки. Ни хрена себе. Привет. Когда там старт новой лиги? Привет. Стартует новая лига с 3 на 4 марта ночью. В 0-0-0-0 на переходе дней. Так. Он, значит, спер бутылки из этого. Ну нет. Тогда, если он спер бутылки, то поезд святки сюда приходил. И он об этом написал в Телеграме. Ну давайте спросим его. Где он взял это вино? И... Ну блин, тогда глупо, почему он спрятал в мешках эти бутылки. Мог их не зарыть, не знаю, где-нибудь. Странно. Грязные инструменты. У вас здесь немало грязных инструментов. Ах, да, спасибо, что напомнили. Я их почищу. Хотя, возможно, легче вытащить их наружу. Скоро пойдет дождь. Мне интересно, для чего их используют. Некоторые рабочие приходят сюда и одалживают их у меня. Они хотят приподнять час путей возле одной из станций, чтобы вода их не затопила. Рабочие? Что это за рабочие? Ну, вряд ли их прислала компания. Но они приятные ребята. Они пригласили меня выпить с ними. Ха, что бы там ни было, оно того стоило. Они не англичане, нет. Но они отлично знали, что нужно человеку, чтобы скрасить умелый вечерок. А, то есть, это бутылки рабочих. Так, значит, я хочу попробовать Essence Drain. Ты говорил, что это вполне надежный билд? Да, конечно, можешь. Я стартовал с него много лик подряд. Ты-рэ-рэм, ты-рэ-рэм. Азбукоморная, телеграф. Пока что у нас нет никаких новых улик, а из заданий нужно еще внимательно осмотреть станцию Честерфилд. То есть, здесь, наверное, что-то еще полезное может быть. Поскольку недавно копали лопатой, И поскольку она еще грязная Наверное мы можем найти какое-то место раскопок И что-нибудь там интересное обнаружить С другой стороны, если копали Точнее, если инструменты лежат там То копали где-нибудь, наверное, сзади И плюс он говорил про рельсы Что они хотят рельсы приподнять Может быть мы что-то где-то здесь найдем Может с ним поговорить надо, не знаю Нет, с ним не надо поговорить Вряд ли здесь они хотят что-то с рельсами сделать Я не вижу тут А, подождите, там же карта есть Вот здесь вот есть вода А станция ближайшая Ившем, судя по всему Или вот, не знаю, вот здесь вряд ли станция Вот она, железная дорога идет И, наверное, хотели около Ившема приподнять рельсы Но, блин, брать вот здесь инструменты Чтобы бывшими что-то приподнять Что там, своих инструментов нет Странно Ой-ой-ой, случайно Ладненько, похоже, нам сюда не надо Давайте, значит, здесь еще осматриваться Что-нибудь да найдем Ух ты Какую-то дверь интересно открыл База дрезина Основа тележки Любопытно Получается, что элементы конструкции Разбросали повсюду Ватсон, скажите мне Вы верите в магию? Разумеется, нет, Холлес Тогда вы настаиваете, что пояс не мог просто исчезнуть Мы обознаем, что это очевидно Почему вы задаете такие странные вопросы? Немного терпения, Ватсон Вы поймете довольно скоро Вы уверены, что видели поезд возле станции Ившем? Да, конечно, мы видели, как он приближался Его свет и слышали свисток Но и только Мы не видели сам поезд Но, Холлес Я немного озадачен Это же очевидно Это с самого начала очевидно было Там был туман Темно Ночь Вдалеке было два фонаря Свисток был Почему бы этот свисток не имитировать То есть, в целом Сделать вид, что якобы поезд подъезжает в тумане Да еще и ночью Я думаю, не так сложно Можешь кинуть дерево Под самый домашний вариант Самый домашний вариант лоу лайфовый Но Можешь у меня глянуть в билдах Эссенс трейн Там самый домашний вариант и ветка и вещи Но стартовать с него тяжело Потому что у тебя нет шаврони У тебя нет оружия с дикеем В самом начале лиги Много всего интересного А так можешь у меня в билде глянуть Эссенс трейн Это не погляло Значит Никаких следов поезда Да, вот Части рельсовой тележки Прототип не интересовал многих Ой, интересовал Да нет, никаких следов поезда И части рельсовой тележки Это связано, я думаю Это весьма логично Задание Фальшивый поезд Разобранная тележка Вероятно напрямую связана с тайной Нужно собрать ее И посмотреть Удастся ли создать фальшивый поезд Давайте, конечно Нет, ну реально Это очень похоже на правду Что просто какая-то тележка Ехала по По рельсам На ней была пара фонарей И какой-то человек Имитировал Звук свистка Картер шестерен Использовать Здесь нужно использовать Подходящий размер Ну Колесо Явно нужно На место колеса поставить Это очевидно Это колесо Блин Как я хотел С той стороны поставить А, вот крутить Так, это колесо Сюда Наскачать Так Теперь мне нужно Шарнир механизма Картер шестеренки Кто-нибудь видит Шестеренки Вот шестеренка Картер шестеренки Так Шарнир механизма Шарнир это Двигающаяся часть Насколько я помню Смысл слова Шарнир Подвижная Точнее Не движущаяся Тормоза Может их к шарниру Надо прифигачить Нет Значит куда-то Надо прифигачить Их Рядом с колесами Потому что Обычно Тормозят Посредством колес Пока не знаю Куда прифигачить А, вот Вот сюда Наверное Вот, да Тормозные колодки Я же знаю Что там Обычно тормозят По колесам Так Приводной механизм Ну это как раз К шарниру Я думаю Нужно приделать Так Ну да Смахивают уже На хорошую тележку Деревянная платформа Нужно доску какую-то Приделать Наверное Вот на это место Или что-нибудь такое Чтоб стоять Было более удобно Но я не вижу Здесь доски Никакой А, вот доска Деревянная платформа Деревянная платформа Так Чего А, вот Не хватает Фонаря И свистка Фальшивый поезд Нужно установить Фонарь И паровой Свисток Понял Все Ребятки Ищем Фонарь И свисток И наш фальшивый поезд Готов Давайте искать Где-нибудь Да найдем Сейчас Так Что это такое Запчасти для поезда Ну вот Наверное Это и есть Фонарь И свисток Фонарь С динамо Машины Ну вот Видички Фонарь Готов Теперь нужно найти Свисток Вот Свисток Есть Все Просто Весьма Очень Не Очень приятная игра Она Интересная В плане Квестов И квесты Не Слишком Замудренная Как сюда Приделать Фонарь Нужно Что-то Длинное Чтобы Прикрепить Свисток Что-то Длинное Непонятно Только Веревка Или Какая-нибудь Палка Длинная Не Очень Я Понял Что-то Длинное Личный Длинный Шест Пойдет Что-нибудь Прикрепить Шест Так Шест Теперь Закреплен Для него На него Можно повесить Фонарь Так Давайте Прикрепить Фонарь Фонарь На месте Ай Динамо Машина Как раз Она Реально Вот сюда Открыть То есть Динамо Машина Это же Штука Которая Механически Воздействие Конвертирует В Электричество Соответственно Если Тележка Двигалась То Посредством Вот этой Шарнирной Шарнирного Механизма Заряжалась Динамо Машина Из Динамо Машины Подавался Электрозаряд На фонаре И фонарь Светился В целом Все логично Теперь Нужно Прикрепить Свисток Свисток Тоже Сделан Холмс Как нам Заставить Работать Свисток Используем Огнетушитель Понял Пойдемте Искать Огнетушитель F Отключить Огнетушитель Где можно Взять Огнетушитель Есть Гляньте Вот Огнетушитель Чудненько Прикрепить Прикрепить Огнетушитель Посмотрим Что тут у нас Свисток Посигналить Закачать воздух Огнетушитель Паровой свисток Готов к использованию Рычаг Дрезины Толкнуть То есть нужно Бахнуть на свисток И сразу же Наверное На этот Изички Все просто Ватсон Полагаю Мы сделали Точную копию Поезда Исчезнувшего На наших глазах Вчера ночью Криминальный Ум бывает Самым изобретательным Меня это Приводит Трепет Так это возможно Если кто-то Вложил Столько труда Чтобы сделать Фальшивый поезд Разумеется Чтобы похитить Настоящий Ах Ватсон Не делайте Поспешных выводов На самом деле Мы лишь узнали Что вчерашний поезд Не растворился В воздухе Но вы вряд ли Ожидали этого Ах В любом случае Нужно найти Куда спрятали Настоящий поезд Полагаю Стоит использовать Мой архив И найти Более детальную Карту окрестностей Надеюсь Это окупит Необходимость Возить этот Ваш Огромный архив С собой Наш кэбман Не проникся К нам симпатии Понял Пойдемте Значит в архив Так Нужно нажать Б Что-то интересное Фальшивый поезд Специальный вагон Прототип Интересовал Многих Часть Рельсовой тележки Ну фальшивый поезд Тележки Я думаю Надо скомбинить Ну да Так Исчез раньше Поезд так и не доехал До Ившима Он исчез раньше И кто-то сделал Фальшивый поезд Из тележки И разных деталей Со станции Честерфилд Нет Все таки я наверное Думаю что Честерфилд Проехал Точнее поезд Проехал Через станцию Честерфилд И начальник станции Об этом сообщил Блин Нет Уверенности Что начальник станции Об этом сообщил Это я не понимаю Была же телеграмма То есть он ее отправил Как может быть нет Уверенности Что он об этом сообщил Телеграмма же пришла Она пришла с ошибками Кривая Но она все таки пришла Значит он пытался Об этом сообщить Но с другой стороны Ну нет Вот здесь вот Опять же противоречие Да То есть нет уверенности Что начальник станции Об этом сообщил Вроде бы поезд проехал Но почему он тогда Не сообщил Нет уверенности Блин А здесь вот все В принципе логично Поезд не вообще Не проезжал станцию И он сообщил Об этом Не знаю Странный Ну фиг с ним Давайте вот это оставим Хотя логичнее сделать Логичнее поставить второе Так Здесь чего у нас Чилицы Взначально оказались В поезде Билетный Но это вряд ли Чилицы Я думаю Специально в поезде Остались По каким-то причинам Ладненько Что мне нужно сделать Нужно найти архив Теперь И в архиве Более детальную Карту окрестности Поискать Не ну Кстати вот Судя по той карте Которую мы имеем Кажется что Где-то вот здесь Вот тут В каньоне Пропал поезд А сюда уже Вот где-то здесь Он пропал А до сюда Доехала вот эта Тележка Которая имитировала Поезд Якобы Исчезнувший Вот В целом Где-то вот тут Вот Спереть поезд Я думаю Не проблема Большое расстояние И В общем-то Позволяет Потому что Здесь какие-то леса Непонятные Деревья Еще какая-то фигня А здесь В принципе Открытая территория Куча дорог Рядом Вот этих Вот Через которые Можно свалить В разные Места Здесь вот дороги Есть из каньона Опять же Можно В обход Вот этой вот Станции Вот по этой дороге Куда-нибудь сюда Уехать И увезти Что-то ценное Прототип Да Тот же самый Ладненько Пойдемте Тогда К нашему Кэбману И Бахнем В архив Найти Старую карту Да Найти старую карту Теперь у нас Две Карты Нужно их Правильно Соединить Тянуть А Нужно Вот эту Карту Которая У нас Сегодняшняя Которую Нам дали Недавно Сопоставить С какой-то Старой Карты Ой Блин Тяжело Сложно А вот Вот это Вот смахивает Как-нибудь Вот так Наверное Тихо 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 Вот очень Похоже Что это Как-то Да блин Прекрати Как-то Вот так Хорош Есть Боковая ветка На путях Ее Прекрати Находится Между Станцией Опа Па Боковая Ветка Смотрите Еще одна Станция Где мы Не были Она Находится Между Сердцем И Ившим Там Есть Ответление Ответление К карьеру Ребятки По-любому Там Очень Есть небольшое Ответление За станцией Ившим Нет За станцией Ившим Вряд ли Потому что Очень навряд ли Очень Очень навряд ли Смотрите За станцией Ившим Точно нет Потому что Поезд Исчез раньше Потому что Вот здесь Была имитация Кража поезда Значит Где-то Вот на этой Где-то Вот ладно Вот на этом Где-то Пути Он исчез Вряд ли Он исчез Вот здесь Потому что начальник станции честерфилд смотритель точнее станции честерфилд утверждает хоть он и в дрободан пьяный был что все-таки он этот поезд был и он отправил телеграмму о том что поезд прибыл и от был соответственно скорее всего мне кажется что где-то вот тут вот плюс опять же здесь есть ответвление каньону рельсовая да то есть есть стрелка которая переводит и вот очень 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 сильно похоже что именно в этом месте именно вот на этой станции непонятной сперли сперли поезд реально все вроде бы даже совпадает но вот что здесь за стрелка непонятно то есть стрелка здесь есть но при этом она как-то никуда не ведет то есть если вот здесь стрелка которая вот вот к этой хрени приводит тут совсем далеко обычно стрелки сразу на ответвление стоят ну да ладно давайте отправимся наверное первым делом на стрелку посмотрим что там а потом уже отправимся на станцию очень подозрительную станцию в которой может быть все что все о чем мы сейчас рассуждали сначала посмотрим на стрелку у меня какие-то там новые эти появились улики пробная карта пути подробно точнее карта путей а со всеми ответвлениями ладненько здесь у нас чего страховой полис это ладно новая карта так посмотрите боковую ветку которая начинается от стрелки вот мы сейчас к стрелке и приехали осмотрите боковую ветку которая ведет карьеру между станциями честерфилд и ившим вот это как раз место которое я больше всего подозреваю то что она больше всего подходит для кражи и осмотрите боковую ветку возле ившим а вот в это место мы поедем в последнюю очередь сначала смотрим стрелку на которой мы сейчас приехали потом съездим на ившим там осмотримся а потом уже поедем какие-то на повозка мы приехали понял вот она стрелка этот выключатель заржавел но еще работы то есть в целом эту стрелку можно перевести видите она рабочая и все еще работать так как нужно вполне вероятно что ей могли воспользоваться но все таки я как-то предпочтение отдаю другому месту а и все и это все что мне нужно было здесь сделать посмотрите боковую ветку которая начинается отстаёт подожди меня дальше-то не пускает может тут надо-то нажать может f нажать о указатель так майнс шахта да ладно не уж то правда здесь кто-то мог легко направить да ну в шахту да вряд ли шахта старая наверняка заваленная и соответственно там ну вряд ли есть место во первых для поезда во вторых нет выхода наверное для поезд ну шахты мы пойдемте сходим в шахты ну мало вероятно не верю в то что в шахтах совсем не верю хотя могу ошибаться это шахта холмс по-видимому и забросили так мы здесь приехали посмотрите шахты и выясните можно ли там спрятать поезд да я думаю что нет это очевидно пожалуй так что у нас на б появилась на прототипы следовательный вагон тут ничего нового так что пока что никаких умозаключений новых не получится сделать ладненько пойдемте осмотримся в шахтах что это тут можно было посмотреть упавшая табличка здесь сообщение от администрации посмотрим о чем она давайте посмотрим информационное табло это информационный знак на нем могут быть важные сведения нужно восстановить его табло взять информационное табло использовать ватсон вы джентльмен а джентльмены носят платки не одолжите мне свой а где ваш собственный не имею представления хорошо вот он ну и нужно сейчас здесь стереть колл ве у ве колл колбами у ве колл компани но все я очистил в чем проблема ве колл компани ну короче эти шахты в общем-то принадлежат вот этой компании у я колл так окей теперь мы знаем владельца колея колея измерить куда джентльмены а вот да брошь как а от чего до чего нужно может а может как-то вот так подожди колея это значит расстояние вот от этой фигни вот до этой фигни правильно чего с чем может тут прямо от края до края фигни господи расстояние между дорожками составляет 4 фута 8 дюймов о мой бог легко нагруженный экипаж проехал здесь легко нагруженный экипаж мог быть с прототипом нет подожди куда еще а вот деревянный брус деревянный брус на рельс небольшая повозка с деревянными брусами проехала здесь тап улики следы у шахты следы и возле шахты свежие оставлены небольшой повозкой с расстоянием между колесами в 4 фута 8 дюймов понял тебя ну здесь вряд ли здесь нет места для поезда видите завален эта шахта была взорвана холмс удивительно но откровенно говоря не слишком сильно ну да сложно поспевать за вашими идеями холмс ничего сложно то вполне очевидно что в том месте про который я говорил украли поезд все вроде бы все еще сходится прототип интересовал многих шахта обрушилась а подождите к шахта была взорвана то есть может он намекает на то что туда завезли поезд а потом взорвали шахту заводили выход то есть типа сперли прототип потому что колесница есть ой повозка господи к лестнице повозка завезли поезд внутрь и взорвали шахту и там типа поезд внутри стоит но это не лишено в принципе смысла но мне не особо в это верится хотя может быть а повозка возможно было с динамитом пустое место следы на земле так нет рельсов крепеж кто-то снял эти винты вероятно чтобы убрать рельсы несколько футов рельсов были разобраны интересно вот теперь я даже теряю догадках часть дороги к шахтам разобрана шахта обрушилась нет и интересно шахта обрушилась специально а 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 камни бумажный а во бумажный сверток как он его там увидел странный сверток бумага смахивать на динамит необычная бумага жесткая и сухая такую используют для особых целей заглянем внутрь ну динамит наверное бумажная обертка опилки опилки я почти уверен что это ватсон вы не поможете мне у вас есть с собой пистолет хорошо стреляйте в сверток смахивать данный динамит прицелиться как там совместить две эти да опа динамит очень интересно кто-то сломал рельсы взорвал динамитом совсем недавно шахту то есть мы что реально сразу сразу случайно попали туда где ну шахта обрушилась шахта была взорвана это понятно это я явно можно совместить шахту взорвали чтобы спрятать поезд динамит использовали после того как поезд въехал в нее шахту взорвали динамитом кто-то хотел ее закрыть но у меня пока что нет никаких доказательств что туда заехал поезд внутрь это лишь моя догадка но никакого подтверждения тому нет есть стрелка которую в целом можно использовать для того чтобы поезд повернуть в эту шахту были рельсы которые недавно сняли то есть в целом значит соответственно недавно они еще стояли на своем месте и могли быть использованы для того чтобы туда поезд завести внутрь шахты был опять же динамит которым могли закрыть шахту и внутри стоит поезд но проблема в том что в поезде были люди какие-то да то есть там были чилийцы было бы немножко не по-человечески закрывать их ну заваливать их в шахте вместе с этим с поездом пока что у меня нет никакого подтверждения реально что и поезд именно там поэтому я выберу шахту взорвали динамитом кто-то хотел ее закрыть выберу пока что это не проехал честерфилд я более чем уверен что нифига подобного проезжал честерфилд все таки чилийцы исчезли чилийцы случайно остались в поезде билетный контролер их не заметил да вряд ли это случайность я не особо верю случайности ладно не будем ничего менять пока оставим все как было давайте ехать дальше тут может еще что-то интересное есть хотя может это наверное все что мы здесь должны были узнать именно про шахту что в принципе есть вероятность того что шахт там спрятали хотя может и нет нечего ничего не взять не на что посмотреть может нажать не знаю что то увидим не на обычно нажимается там где создается значок соответствующий то есть обычно это по сюжету как я понял ладно пустая в общем то хижина ничего интересного может здесь что то есть о табличка здесь сидели охранники шахты ухты майн гвардс а может быть шахту завалили специально чтобы например она ну отработала свое дату и то есть из нее добыли все что можно и просто зарыли чтобы в нее никто не заходил больше как вариант такой же тоже может быть металлический ящик посмотреть и тогда это объясняет и взрывы и то что поезда там нет похоже на сейф откроем его так ладно ну по традиции начнем с самого внешнего куска допустим вот с этим соединим здесь это подходит вот сюда дальше вот это вот сюда вот это вот сюда да о работает документы мексиканская компания каракала и чилийская барка зас обе хотели купить шахты нужно больше информации вероятно поможет макрофт неожиданно новые инструкции для всех сотрудников службы безопасности в уголь так сообщаем что сегодняшнего дня представителям компании баркозас предоставляется свободный доступ в шахты эта компания их будущий владелец кроме того правило вход запрещен будет применяться ко всем представителям консорциума каракал их контракт отменен ничего не объясняете эта информация конфиденциальная смотрите эта шахта теперь принадлежит баркозасу официально баркозас ее представители да представители этой компании остались единственные в поезде и поезд возможно свернул сюда то есть есть возможность его сюда повернуть блин неужели и правда попал сразу же туда куда нужно даже об этом не догадываюсь ну ладно используйте телеграф чтобы больше узнать об угольной компании да прям так все совпадает мексиканцы против чилийцев специальный вагон часть дороги к шахтам раз забрана ну допустим нет мексиканцы против чилийцев специальный вагон нет прототип интересов во многих нет ну блин опять же нет тут ничего такого очевидного что с чем можно связать поэтому просто так клацать наверное бессмысленно так интересно ладненько что тут еще есть я зря походу так сказал что здесь нет ничего интересного тут реально в хижинах есть много полезного но здесь я уже был тут ничего не было так в этой хижине тоже был может тут еще если осмотреть найти можно эту штуку нет сейчас я даже малюк вздрогнул очень неприятный звук сейчас скример какой-нибудь был бы вот это я бы вообще никакая тварь такая между этими между воротами такая вылетает и поворотом бьет я бы не удивился тут эти вороны еще каркать может быть вороны короче я бы не удивился скримеру здесь но хорошо что это шелек холмс а не какой-то хоррор ну хотя с другой стороны если бы это был хоррор то это было бы очевидно что тут скример потому что звук этого ветра из из шахты сквозняка вот этого карканье вороны все такое ладненько здесь походу ловить больше нечего используйте телеграф чтобы узнать больше пойдемте тогда в честерфилд и используем телеграф ну по-любому компания вот это вот бракозас как-то связано с кражей сейчас я приду one moment а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, есть две компании, чилийская Барказаз и мексиканская Каракал. Обе стремились приобрести угольные шахты. Консорцию мексиканской Каракал утвердил сделку и подготовил все документы. Однако чилийская Барказаз благодаря своим связям в верхах сумела вмешаться в заключение сделки. Так, Виа Уголи чилийцы, чилийцы против мексиканцев. Вот это сейчас уже более-менее связное получается. Так, у мексиканцев не было разногласий с чилийцами. Все-таки бизнес есть бизнес. Здесь напрашивается тогда 50 на 50. Типа, не было неприязни и была неприязнь. То есть, наверное... Нужно будет что-то еще найти. Мотив Робинсона. Петера по 3-5, все деньги, и мессер Робинсон выиграл. Все, как я подписал. Ну, не знаю, вот это пока вообще выбивается из этих. Тут очень большая завязка между вот этими двумя компаниями. Робинсон как-то пока что выбивается из всего этого списка. Чилийцы исчезли. Чилийцы... Специально оставили в поезде, я думаю, да. Я думаю, что вот это специально по-любому. Ладно, короче, давайте дальше двигаться. Пока что я даже не знаю, что выбрать, что более-менее полезно. Так, что мы еще имеем? Осмотрите боковую ветку возле Ившима. Давайте, да, давайте туда в Ившим сходим, что-то может быть интересное. Ившим. И осмотрим боковую ветку там. Да, дело-то, слушайте, принимают такие неожиданные обороты. Прям совсем. Они, походу, вообще не спят, не едят, как всегда во всех фильмах, во всех играх. Ну, ладно, не во всех играх. Есть игры, где нужно спать есть, но... Все же. Посмотреть боковую ветку. Ум, какие-то люди стоят. Пойдемте поговорим. Ой-ой-ой, понял, с ними нельзя поговорить. А где боковую ветку-то посмотреть? А, боковую ветку там, где рельсы, наверное. Она же... Боковая ветка для рельс должна быть. Вряд ли с этой стороны, наверное. А, нет. Или это... Это боковая ветка или нет? Нет. По идее, меня сейчас назад должно развернуть, да. Земля рядом. Ну, здесь мы в самом начале расследования были. Давайте тогда спросим у смотрителя станции, что за боковая ветка и где ее найти, потому что так бегать бессмысленно. Может быть, очень долго и глупо. Вот как раз и смотритель сидит. Понял. Ни хрена полезно. Так, а где же эту боковую ветку-то найти? Ившим. А смотрите боковую ветку воз... А, возле Ившима. А как ее осмотреть? Вот эту что ли? Вот эту станцию? Нет, подожди, а как ее осмотреть? Не знаю, ладно, неважно. Потом, наверное, откроется. Итак, мы на станции. Что нам нужно здесь сделать? Осмотрите боковую ветку, которая ведет карьеру между станциями Честерфилд и Ившим. Судя по карте, мы должны отправиться... А, Донкастер. Вот, это вот эта станция и есть. Станция Донкастер. А, телеграмма-то из Донкастера пришла. Забавный тип, и он чем-то обеспокоен. И он не англичанин. Ну да, он... Был похож скорее на кого-то корейца. Чем на англичанина. А окурок. А окурок взять. Крутить окурок. Принюхаться. Хм, этот запах мне знаком. Но чтобы определить, нужно объединить мои ассоциации в одну картину. Но вот этого я и боялся. Нужно как-то теперь картинку соединить. Так, сигарный дым двигать. Он двигается вверх-вниз. Так, что еще можно двигать? Листья мяты двигать. Влево-вправо листья мяты можно двигать. Окей. Что еще двигать можно? Все, больше ничего не замерить. Так, давайте вращать. Как-нибудь вот так, может. Вот как-то вот так, наверное. Так. Вполне возможно, что это вот все. Да. И здесь сигаретный дым как-нибудь. Не, ну явно не та картинка совсем не целая. Вот так. Нет, тоже далеко не цельная картинка. Вот так, может быть. Как-то вот так. Вот так, например. Ммм, может вот так. Нет, ну это не соединяется вообще никак с этим. Нужно найти прямое соединение. Но здесь другие даже. Нет, все-таки вот так мне больше верится. Что как-то вот так. Вот так может быть. Но сигара тут как-то вообще не к месту. Куда ее приделать-то? Ну вот здесь вот очень-очень похоже на самом деле на правду. Если это вот так вот выглядит. Нужно как-то еще это повернуть чуть-чуть. Вот это очень похоже на правду. Очень многое совпадает. Но куда дым деть? А, вот! А, тут вот очертания тоже какие-то. То есть как-то. Нет, все-таки вот так. Видите, очертания какие-то есть. Сигаретный дым. Куда это приделать-то можно? А, во, вот так вот. Зеленовато-коричневая сигара с сильным ароматом и ноткой мяты. Рикардо. Вы уже знаете его имя Холмс. Вы меня удивляете. Нет, Ватсон, я определил сигары. Это Рикардо Туррент. Мексиканская сигара отличного качества. Довольно дорогая. А, мексиканец. Я кореец подумал. Да-да-да, там же был мексиканец. А, мексиканец это... Каракас, по-моему, да? Пепельница, так. Пепельница, желтая бум... Женая бумага, точнее. В этой пепельнице полно курков и пепла. Но тут жена бумага была, интересно. Так, эти чилийские свиньи считают, что могут увезти будущее нашей компании у нас из-под носа. Мы этого не допустим. Текст. Похоже, был конфликт между мексиканцами и чилийцами, но это очевидно. А может, мексиканцы сперли этот-то поезд-то, кстати, в окурке. Зеленовато-коричневая сигара с сильным ароматом и тонкой мя... И ноткой мя... Пепел, окурк и сигар похожи на те, что мы видели на полу. Некоторые из них выкрыли недавно, другие гораздо раньше. То есть, мексиканцы здесь долгое время были. То есть, тот парень провел здесь несколько дней. Судя по его одежде, вряд ли он путешественник или бродяга. Хороший вывод, мой дорогой друг. Человек, предпочитающий мексиканские сигары Рикардо, провел несколько дней на станции Донкаста. Окей. Так, давайте по карте осмотримся. Как это может теперь выглядеть. Смотрите, Донкаста. И вот эта вот ветка. Наверняка, да, наверняка вот здесь вот исперли. Ну, это... Пожалуй, самое адекватное. Смотрите, как примерно все было. Этот мужик, который тут сидит, организовал ситуацию, по которой поезд поехал по вот этому ответвлению в каньон. Где-то вот здесь вот в конце они остановили поезд. Сперли прототип. И через каньон свалили. Вот здесь вот есть дорога, выход из каньона, дорога куда-то ведущая. В целом, они могли спокойно отсюда свалить куда-нибудь сюда, сюда. Здесь, в принципе, много мест. А дальше вот с этой станции сюда уже поехала вот эта тележка. И вот здесь вот она имитировала поезд. В целом, это с самого начала было примерно так и понятно, что где-то вот здесь. Здесь реально место очень хорошее, судя по карте, для того, чтобы что-то организовать. Открытая местность. Нет почти деревьев, никакого леса. Очень удобно. Ну ладно, поехали дальше. Улики. Сожженная записка. Сожженная записка найдена в пепельнице в зале ожидания Донкаста. На ней до сих пор видны строки о конфликте между мексиканцами и чилицами. Вот я не понимаю, как осмотреть боковую ветку, если честно. Куда надо идти просто, чтобы осмотреть эту боковую ветку. Хаун, смотрите. Здесь затоплен участок. Полагаю, что в затопленной части можно что-нибудь найти. Понял, пойдем посмотрим. Так. Улики. Имеется большой затопленный участок возле станции Донкаста и Старого Карьера. Спросить. Ну, спросить, наверное, у смотрителя станции, я думаю. Ой. Нет, подождите сюда. Мне, наверное, пока рановато. Нет, а вот. Смотрите, как он сидит. Смотритель станции. Так. Добрый день, сэр. Меня зовут Шерлок Холмс, а это доктор Ватсон. Мы расследуем дело об исчезнувшем поезде. Даже так? Добрый день, джентльмены. Я мистер Дафф, начальник этой станции. Я бы с радостью вам помог, но я мало что могу сказать о прошлой ночи. Почему? Что такого интересного? Почему я тут и мало? А, может он тоже типа бухал? Меланхолик. Не помню, что означает этот тип людей. Меланхолик. Забывчивый, по-моему. Или рассеянный, что-то такое. Не хватает пуговицы. След кольца. Ну вот это нос, по-моему, написано. Или нет чего-то. Нет часов, по-моему. А, может у него карманных часов нет? Да, нет часов, и правда. Я сразу, когда прочитал нет часов, я подумал наручных часов, потому что сейчас карманные часы не особо распространены. А в те времена же у всех были такие на цепочке карманные часы. Затопленная область, пассажиры, мексиканец. Давайте про затопленную область. Наверное, в самом конце спросим. Потому что мы ее только-только открыли. А мексиканцы мы увидели сразу же. Давайте, наверное, с него начнем. Здесь сидел джентльмен мексиканского происхождения. В зале ожидания вы его видели? Что? Мексиканец здесь? В такой глуши. Вы уверены? И это смотритель станции? Умолюдок. Он по-любому делает вид, что... Что? Что? Какой мексиканец? Я не знаю никакого мекса. Не может смотритель станции не увидеть человека на своей станции. Это, мне кажется, абсурд. Он вполне себе адекватный человек, да? А не пьяница. Вроде бы... Такой... Ну... Дядька, который делает свое дело. Вряд ли он мог его не заметить. Кто-либо из пассажиров сходил или садился в поезд прошлой ночью? Нет, я никого не видел. Как всегда. Я дал телеграмму о прохождении поезда, как и в предыдущую ночь. А, может этот ублюдок связан с кражей? Потому что в целом, может, ему заплатили? Мексиканец пришел, с ним договорился. Они поезд перевели в сторону... Точнее стрелку перевели, чтобы поезд поехал в сторону каньона. А, и все, и теперь он делает вид, что он не знает никакого мексиканца. Так, затоплено вниз. Похоже, что вас может затопить, если вода поднимется выше. Вы имеете в виду, что это чертово озеро почти... Верно. Поскольку, судя по моей карте, здесь должен быть карьер. А уж за ним озеро. Не знаю, о чем вы. Я переехал сюда несколько месяцев назад. А где же вы работали до этого? Я работал в Ноттингеме. Но я просил себе местечко потише. Поэтому меня перевели сюда. Все дешево. Не на что жаловаться. Вот, доброго сэра. Очевидно, что мы не сможем заглянуть в карьер. Но вот осмотреть берег разлившегося озера у нас получится. То есть там, где карьер на карте нашей, уже озеро. Странно. Очень странно. Карьер затопило, походу. Теперь вот все мои вот эти умозаключения как-то немножко теряются. Ладно, давайте осмотрим берег. Сказали, что мы можем осмотреться на берегу. Красные какие-то флажки. Не знаю, что они означают. В ту сторону меня не пускают. В эту как-то тоже не особо. А куда смотреть-то? Что-то может здесь можно найти, нет? Ну, лягухи орут. Так, и чего? Как меня пугает этот вот триггер, который тебя выбрасывает. Он так неожиданно всегда. А куда смотреть-то? Я не особо понимаю. Туда проходов никаких нет. А, вон какой-то. А вот это второстепенная линия, кстати. На которой. Эта ветка путей ведет карьеру. Надо взглянуть. Стрелка двигать. Это выключатель заржавел, но еще работает. А это значит, опять же, подтверждает то, что стрелка может быть переведена и использована для перевода. Точнее, не для перевода, а для того, чтобы сюда свернул поезд. Вот в эту. Рельсы проржавели очень старые, но использовать можно. Но, опять же, это подтверждает наши догадки. Я понял, понял. Так. Угу. И теперь здесь есть озеро. Сто процентов. Сейчас он скажет, что недавно эти рельсы разобрали. Рельсы заканчиваются здесь. Это странно. По-любому сейчас скажут, что здесь... Ну, видите, шпалы, 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 шпалы. А, мы все выполнили, да? Ага. У начальника станции Донкастер депрессия. Вероятно, недавно развелся. А, и след от кольца говорит о его разводе. Одежда неопрятна. И заметно, что ему сложно жить самому. Отсутствуют его часы. Они могли быть украдены... А, кстати, он сказал, да, чтобы здесь все дешево и... Не о чем... Не на что жаловаться. То есть, он мог, да, и правда, продать какие-нибудь дорогие часы. И переехать туда, где все дешево. И, знаете, деньги как-то проживать, да, выживать. Так, осмотрите берег возле озера. Осмотрите станцию Донкастера. Наличие подозрительных вещей и улик. Я вот не понимаю, осмотрите берег возле озера. Как это сделать? На станции-то по-любому что-то интересное будет. Но куда смотреть в плане... Осмотрите берег возле озера. Потому что тут все проходы... Закрыты. Сюда никак не пройти. Здесь тоже не на что посмотреть. Туда не пройти. Ну, очевидно, что здесь одно озеро с этой стороны. С другой стороны озеро вряд ли есть. Хотя, давайте пройдемся. Может, там тоже что-то есть. Но нет, здесь дорога какой-то. Лес начинается непонятный. Деревья. Ну да, тут никакого озера нет. То есть, озеро и правда одно, и оно там. А помните, нам говорил пьяница, что берут... Берут лопаты, чтобы на соседней станции не затопило. То есть, приподнять рельсы, чтобы их не затопило. То есть, может быть, работяги с этой станции что-то и берут. Может, на лопату какую-то сейчас найдем. Или какие-то отголоски, отпечатки тех работ, которые тут велись. Нужно осмотреть станцию Донкастер на... Ого, чайник. Ватсон, не желаете ли чая? Ну вот. Нет, спасибо. Так, окей, чайник ничего такого нам не дает. На потолке, воходу, ничего нет. Ну да. Лампочки. Кстати, лампочки. Странно. Откуда лампочки, если тот генератор только-только... Вроде бы изобрели прототип генератора. Так. Почтовые мешки. Ничего интересного. А здесь, может, что-то есть. Нет. А вот, сумка осмотрителя. Это почтовая сумка начальника станции. Так, письмо адвокату. Письмо адвокату. Адвокатская компания в Корвале. Мейнрод. Балерой 6. Девюбру, Бли Лондон. Так. В ответ на ваше последнее требование сообщаю вам, что намерен полностью рассчитаться по всем счетам и погасить долги. Искренне ваш Эдвард Дафф. Угу. У него много долгов. Он продал свои часы. Развелся с женой. То есть, жена, возможно, от него ушла. Потому что он беден и у него миллион долгов. Так, что это уже интересно. Письма жене. Красиво такие письма читать. Ну ладно. Начальника станции имеются некоторые финансовые проблемы. Да, наверное, стоит спросить. Так. Севен Эльпин Стрит. Бесфорд. Натингем. Моя дорогая. Моя дорогая. Жена. Моя дорогая. В общем-то. Ну да, из-за долгов. Вот эти всякие семейные проблемы. Бывает и такое. Так, ладно. Наверное, стоит с ним поговорить об этом. Об этих письмах. Чего у него за долги. А то он какой-то и правда совсем грустный. Я хочу посмотреть, что такое меланхолик. О чем говорит нам этот тип людей. Я, если честно, реально не помню, какой именно это тип. Давненько я это проходил. Так, меланхолик. Значит, меланхолик, знаешь, склонный к грусти. А, склонный к грусти к мрачным мыслям человек. Вон оно что. То есть, у него частые депрессии и все такое. Ну да, в принципе, если он склонен к грусти, и у него еще и такие финансовые проблемы, то... То да, можно в целом предположить, из-за чего у него депрессия. Ладно, может быть здесь дверь нет. Здесь дверь закрыта. Там вроде бы тоже забор закрыт, хотя... Ай, опять меня напугала эта хрень. Ладно, не буду сюда ходить. Что еще здесь нужно найти? Давайте посмотрим. Осмотрите берег, осмотрите станцию Донкаста, наличие улик. Значит, мы еще что-то не нашли. Если это дело... О, если это здание не закрылось, значит, какие-то улики мы еще не нашли. Давайте в его комнату, наверное, сходим. В комнату смотрителя. Может быть там есть какие-то подозрительные письма около телеграфа или что-нибудь такое. Ну беги. Только я не знаю, на самом деле, как попасть в его... Вот здесь, наверное, так с тобой что-то было. А еще раз можно? А вот, пепельница. В этой пепельнице полно окурков и пепла. Но мы же смотрели уже. А вот что-то новое. Так. Так. Пепельница. А, понял. Ватсон, похоже, что вы, южно-американская компания, собирались купить шахту. Тот человек в Донкастере, убегавший от нас, он курит мексиканские сигары. Возможно... Да, Ватсон. Нам определенно нужно с ним поговорить. Улики. Спросить. На станции Донкаста подозреваемый... Подозрительный тип. Курит Рикардо Туренто. Дорогие мексиканские сигары. Высокого качества. Он провел там несколько дней. Найдите человека, курившего сигары в зале ожидания станции Донкаста. Ага. Новое задание, в общем-то, появилось. Значит, нужно найти этого мексиканского чувака и спросить у него про сигары. Так, письменный стол. Журналы о скачках. А, да ладно. Аска... Значит, газета, наверное, с барьерами, сучали скачки. Он большой энтузиазм. Может быть, он загнал себя в долги на ставках, как вариант. То есть, он брал деньги в долг, ставил их на скачки и проигрывал. Поэтому у него и начались, в общем-то, финансовые проблемы. Из-за чего, в общем-то, и семейные проблемы появились, и все такое. Так, квитанции от букмекера. Ну, да, в общем-то, видимо, так и есть. Квитанции с скачек. Вон оно что. И, в принципе, если бы квитанция от букмекера, эти суммы впечатляют. Недешевое пристрастие. Он мог потратить все свои сбережения. Смотрите, в целом, у него появляется мотив. Да, то есть, они, ну, те, кто украл поезд, они могли воспользоваться его станцией. Вот этой стрелкой около его станции. И дать ему денег, поскольку у него большие финансовые проблемы. Ему нужно рассчитаться со всех долгов. То они могли дать ему денег. И вот этот мексиканец мог с ним об этом разговаривать. То есть, вести дела и какие-то переговоры по поводу такого вот использования его станции. Плюс он опять же написал жене, что вскоре все будет хорошо. По всем финансовым долгам я расплачусь. И если ты меня простишь, то, типа, ну, точнее, надеюсь, что ты меня простишь. Вот, то есть, возможно, он знал, то есть, про то, что ему заплатят. Опять же, из разговора с этим мексиканцем. И хотел отправить такое письмо. Только, ну, поскольку мы нашли это письмо у него в сумке, видимо, он его еще не отправил, вряд ли это письмо пришло обратно. То есть, жена обратно это письмо отправила и не стала читать. Скорее всего, он его положил в сумку для того, чтобы потом отправить своей жене. Ага. И теперь, в принципе, многое встает на свои места. Да, спросить про скачки, давайте узнаем у него, что он... Что это такие... Что это, точнее, за... Подожди, а что произошло? Ух, ты опять мексиканец. Пожалуйста, сэр, подождите. У нас есть к вам несколько вопросов. Вы из полиции? Нет, с нас приняла железнодорожная компания. Мы собираем показания свидетелей о поезде, исчезнувшем прошлой ночи. Мне все равно. Я спешу. Неужели? Выглядит так, как будто вы кого-то ждете. Вы не расскажете, были ли вы здесь прошлой ночи. Нет, я только что приехал из Южной Америки. Да он лжет. Большое путешествие, несомненно. И с какой страны вы приехали? Чили. Ну, то, что он здесь первый раз, он нагло врет. Потому что сигары-то его здесь, в общем-то, давно. А и об этом окурки говорят. Ладненько. Не понимаю это слово. Дорогие сигары. Давайте сигары искать. А, вот пиджак. Нарядная одежда. Ага, нарядная одежда. Может говорить о том, что он приехал на какие-то переговоры. Вполне вероятно. Крепкое телосложение. Мне это ни о чем не говорится. Ну, кроме того, что он неплохо физически подготовлен. Драчун. Ясно. Крепкое телосложение. Драчун. А, это может быть вышибало какое-нибудь, что-то типа того. Дорогая сигара. Ну да, дорогая. Я думал, что тут дорогие сигары. И нужно какой-нибудь этот найти. Как это? Не портмоне. Ну, короче, хрен где сигары хранятся. О, и глаз что-то там на глазу было. Морщины. Портрет персонажа создан. Я думал, вы мексиканец. Чили? Ну, вы же мексиканец. Нет, вы ошиблись. Почему вы подумали, что я из Мексики? По сигарам, конечно. Мексиканские сигары. Ну, да, это же очевидно. Из-за ваших сигар. Да, сигары. И что с того? Это сигары марки Рикардо, известной в Мексике. Их невозможно найти где-то еще. Это не ваше дело. О, паньки! Посмотрите, он уже лжет. Скотина, а? Это же двусмысленное что-то. Не похоже, чтобы вы были в отпуске. Какое дело привело вас сюда? Я должен был встретить своих приятелей-компаньонов. Они были на том проклятном поезде. Я останусь здесь и буду надеяться, что власти найдут их или их тела. Мой долг вернуть их на родную землю. Кто уполномочил вас это делать? Компания, на которую я работаю. Вы можете сказать мне название компании? Это вас не касается. Каково ваше имя? Довольно допросов. Хорошего дня. Да подожди, я же могу тебе компанию сказать. Я и так и не знаю. Не особо дружелюбный тип, к тому же лжет. Сказал, что только приехал, но мы знаем о его присутствии здесь несколько дней. Да, на самом деле лживый тип. Это видно. Что-то явно скрывает. Насчет того, что он ждет здесь своих компаньонов. В это я готов поверить. Но в то, что он не знает об их исчезновении, точнее как они исчезли, вот в это поверить я не готов. Блин, надо осмотреть станцию на наличие подсказки вещей и улик. А, надо еще с этим поговорить. Насчет его ставок. Так, значит, его портрет создан. По бренду сигар одежде можно сделать вывод о том, что это состоятельный человек. Его окружает стойкий запах табака. Он много курил в последние дни. Загрубевшие и покрасневшие костяшки пальцев указывают на владение боевыми искусствами. Интересно. Кстати, вполне может быть, что они и не хотели ничего платить начальнику станции. Может они его просто к нему вот этого вышибалу послали, чтобы он его избил или припугнул как-то. Такое тоже может быть. Начальник станции Ившим, рассерженный пассажир. Томас Робинсон, начальник станции. Начальник станции. На самом деле, вот здесь самые такие два действующих лица. Пожалуй, мексиканец и начальник станции Донкастер. Потому что вокруг нее, я думаю, все и завязано. Вот этот рассерженный пассажир как-то... Хотя, подождите. Рассерженный пассажир, его заставили сойти бывшими. Или он в Честер? Нет, он помнит. Короче, не помню. Ладно, давайте дальше. Нужно про скачки спросить. Давайте искать вот чувака, где он там сидит. Я не помню. Вон он сидит. Надо у него про скачки спросить. Я не помню, на какой именно станции был рассерженный пассажир. Он говорил, что его заставили сойти на этой станции. Но на какой именно он был, я чуть не особо помню. Азартный человек. Как я вижу, вы азартный человек, мистер Дафф. Вы питали надежду, что переезд в этот маленький городок может победить вашу зависимость. Но этого не произошло. Прошу прощения. Зависимость от чего? Кью. От скачек, конечно. Билеты на скачки. Это же очевидно. Мы нашли билеты на скачки в вашем кабинете. Ну что ж, у всех на свои слабости. Полагаю, не дешевая сразь для начальника станции. Это не ваше дело. Я иногда посещаю скачки со своими коллегами. В любом случае, это моя частная жизнь. Со своими коллегами? А, вот, осмотрение станции Донкасса. Все, я все сделал на этой станции. Вот, его слова, что я посещаю скачки со своими коллегами. Меня немножко настроили, да? С коллегами прям. Смотрите, берег возле озера. Вот, у нас карта обновилась. Но берег здесь. То есть, только около этой станции. Осмотрите, берег возле озера вряд ли это может быть где-то в другом месте. Соответственно, нужно осмотреть берег где-то вот прям вот тут, вот здесь, я думаю. Вот в этом месте. Но здесь не на что посмотреть. В том-то и дело. То есть, сюда не пускают. Туда не пройти. Сюда не пройти. В красные флажки какие-то непонятные. Может, Т нажать, не знаю. Что-то может тут. На столбе, я не знаю. Странно. Туда нас не пускают. Туда нас не пускают сильно далеко. И, в общем-то... Нет, ну в принципе, там где-то было ответвление. Да, может быть... И правда, берег это имеется в виду там. Может, там нужно кнопку Т нажать. Я вроде бы не нажимал ее. Давайте попробуем. Может, что-то интересное найдем. Да нет, как-то ничего нету. Странно. Кнопочку F, может быть. Тоже нет. Птица летает. Не знаю, где именно нужно осмотреть. Ладно. Так, осмотрите боковую ветку возле Ившима. Поехали в Ившим, что? Может быть, где-то около этой боковой ветки есть тоже. А, там дедуктивный анализ. У меня какая-то же новая... Ё-поп-поп-поп. Как много всего. Телеграмма из Донкастера. Мексиканец. прототип затопленный карьер, через дорогих шансов я увлечу лица начальник станции получил а вот начальник станции получил деньги и мексиканец смотрите-ка, вот это может быть связано нет, не связано а, подождите телеграмма из Донкастера и начальник получил деньги опаньки связаны так проехал Донкастер поезд миновал станцию Донкастер начальник станции сообщил об этом не проехал Донкастер, поезд не проезжал станцию Донкастер, начальник станции солгал и отправил фальшивую телеграмму, возможно ему за это заплатили вот это, кстати, вполне вероятно выберу пока что вот это мне в это хочется верить и это весьма логично часть дороги к шахтам разобрана старая железная дорога к карьеру не связано хреново значит, мексиканец и вот это вот вео уголи чилийцы может быть связано связано отлично нет неприязни у мексиканцев не было разногласий а вот я же говорил здесь 50 на 50 должно быть нет неприязни есть неприязни это логично это мы видели то есть бизнес есть бизнес и ничего такого и вот читаем новое мексиканцы рассержены у мексиканской компании каракал и чилийской барказас были разногласия по поводу того кому отойдет угольная шахта В несмотря на то что мексиканцы первым подписали контракт я думаю да думаю так и есть почему не просто слово берег на карте там есть слово берег на карте да еще момент мотив Робинсона мексиканская ловушка мексиканцы устроили так чтобы чилийцы остались в поезде вот почему контролер высадил всех пассажиров да ладно подождите там следы то есть ответвление вот от этой вот от Донкастера они вели в воду мексиканцы устроили так чтобы чилийцы остались в поезде то есть типа они верхний правый сейчас посмотрю спасибо огромное я походу не заметил там берега где-то то есть вы хотите сказать что они утопили поезд вместе с мексиканцами ё-моё ладно ну не буду пока в это верить но хотя это может быть так подождите давайте я не видел честно не видел берег сейчас гляну обязательно на карту а во берег реально спасибо огромное я даже не видел этого продолжим давайте осмотримся вот мы на берегу карьера возле станции Донкастер не особо подходящее место возле станции Донкастер она же вообще с другой вот Донкастер вот берег вы что кончено как это может быть возле вообще с другой стороны ладно неважно туда мне вряд ли нужно ого глубокая колея посмотреть эти следы оставлены повозкой летс лук посмотрим камень посмотреть повозка вдавила этот камень в землю она была довольно тяжелой глубокая колея измерить да давайте измерим как то там вот так помогу мерить расстояние между дорожными 6 футов 7 дюймов нет там была другая повозка там было 8 дюймов точно но сколько футов не помню а может быть и 6 футов 8 дюймов там было и в целом она подходит глубокая колея повозка была тяжелой остались глубокие дорожки эти следы появились недавно и были оставлены большой повозкой набитые материалами тап улики следы возле озера довольно свежие оставлены тяжелой повозкой с расстоянием между колесами а 4 фута было господи ты меня вообще вытаскиваешь я если честно мне казалось что 8 футов ладно что-то у нас добавилось хорошо что вы тоже следите на самом деле потому что я не все могу помнить и порой без вашей помощи без вашей помощи будут некоторые проблемы так старая железная дорога карьеру специальный вагон прототип интересовал многих как-то связано мотив робинсона потеря прототипа принесет деньги это мы уже видели робинсон жертва потеря прототипа катастрофа для мистера робинсона даже если он все спланировал он потеряет больше чем выиграет страховка не покроет всю стоимость прототипа потеря прототипа принесет деньги робинсону благодаря страховке и уже подписанным многочисленным контракт вот здесь я не знаю что выбрать честно страховка покроет 50% это я помню что она покроет лишь 50% от стоимости но контракты в них было во всех сказано что после написания контракта проблемы которые могут возникнуть с прототипом за них никакую ответственность не несет робинсон то есть даже несмотря на то что прототип по идее может исчезнуть все равно ему должны выплатить деньги если я правильно понимаю контракта то есть все равно наверное есть смысл то есть он получит 50% со страховки плюс еще кучу контрактов из них деньги получат может быть ну ладно давайте это пока оставим я если честно не уверен робинсон жертва куда это нас приведет ну куда не приведет ну ладно давайте пока оставим мотив робинсона не очень я пока уверен здесь так и у меня еще что-то новое появилось насколько я помню часть дороги к шахтам разобрана затопленный карьер а вот специальный транспорт затопленный карьер давайте попробуем соединить нет не комбинется старая железная дорога может быть вот эта комбинется тоже не комбинется а вот старая железная дорога и затопленный карьер поезд могли утопить да могли об этом я в общем-то уже думал на самом деле реально такое могло быть потому что там пути прямо в воду виду поезд не мог утонуть в карьере поскольку у ведущих карьеру рельсов не хватает нескольких секций на это в принципе тоже логично потому что даже с учетом того что там не хватает рельсов он может по инерции заехать в воду да то есть если его неплохо разогнать на рельсах там было земли не знаю метра три четыре и он все равно может по инерции у ухреначить в воду но тогда на земле будут отчетливые следы того что здесь поезд это же здоровенная махина ладно на рельсах никаких следов может не остаться нужно земле то они точно должны быть а там вроде бы все ровненько было никаких таких здоровых ям ничего такого ну ладно давайте-ка пока предположим что нельзя утопить а где-то вообще было вот нельзя утопить пусть могли утопить а где у нас честерфилд находится подождите может рабочие лопатами разобрали рельсы кстати может быть но я думаю он бы наверное сказал потому что в прошлый раз он сказал эти рельсы были недавно разобраны здесь он ничего такого не сказал что типа они вот только-только их убрали эти рельсы такое могло быть я согласен то есть они могли утопить и на земле бы ничего не осталось потому что там были следы шпал отчетливые следы их было прям видно очень явно но почему холмс ничего об этом не сказал странно так значит честерфилд донкастер утопили их скорее всего вот здесь так что в целом наверное честерфилд все-таки проехал поезд давайте-ка мы поставим что поезд все-таки проехал честерфилд думаю что проехал это было бы логично поезд могли утопить саботаж так шахту взорвали чтобы спрятать поезд нет это полный бред я думаю что поезд дальше проехал вряд ли я все-таки здесь думаю что хотели ее закрыть снова для чего закрыть не совсем понятно то есть они только что купили эту шахту и взорвали и и динамитом чтобы ее просто закрыть как-то глупо не знаю пока с другой стороны и мексиканец был это было опять по карте посмотреть шахта была у нас вот здесь вот они шахты стрелка честерфилд но мексиканец в донкастере находится то есть если бы мексиканцы хотели завалить в шахте чилийцев вместе с поездом до логичнее было бы чтобы мексиканец был в честерфилде чтобы поезд как-то вот сюда вот хренак 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 и уехал но он именно на донкастере и больше мне верится в то что они их утопили как-то мне в это верится и правда больше нет я прям детектив а ну кстати может быть шахты спрятали а реально слушайте там же этот повозка она была не особо нагружена как он сказал но в целом в принципе да может совпасть тогда это объясняет то что там не стоит поезда но объясняет сокрытие самой шахты судя по береговой линии и лодкам уровень воды озере заметно снизился до по лодкам это можно сказать озеро затопило карьер вероятно в плотине есть пряж по лодке это можно сказать потому что она привязана очень короткой очень короткой веревка или канатом и соответственно но она должна находиться выше иначе бы ее следовало привязать более длинной веревкой чтобы ее вот так вот не перекосило соответственно здесь а смотрите чё чё произошло может быть вот здесь же был карьер раньше и может быть что взорвали как-то плотину чтобы озеро затопило карьерой потом в карьере утопили поезд карьер я думаю в целом мог спокойно вместить поезд вообще не проблема другой вопрос что в озере должно быть очень много воды чтобы целый карьер затопить и в принципе да это и правда может объяснить то что шахты взорвали и спрятали там недостающего здесь шпалы и в целом все тогда встает на свои места да может такое быть это очень такие правильные и весьма правдоподобная догадки ладненько что нам еще нужно сделать осмотрите берег возле озера давайте может какие-то веревки о веревке говорю вещи на веревке осмотреть не знаю костер может тип он недавно был давай скажи что костер недавно затушили и он еще тут угли вон какие-то не будешь говорить да ладно ну скажи что недавно отсюда кто-то уехал мусор а это место оставили сравнительно недавно гений ты посмотри но я бы наверное больше ориентировался по костру потому что он еще треет и дым идет и вон угли красная судя по этим по текстуркам так разбитый фургон заброшенным цыганским табором неожиданно дверь какая-то туда можно пройти монет ой точно здесь же можно сделать от первого лица не от первого лица давайте от первого лица побегом как-то от первого лица мне больше кажется что мы сидим и детектив не чем тут умничаем блин ок куда смотреть еще то а вот и нажать так мусорно-металлическая эмблема посмотреть металлическая эмблема взять лаз крутить ну давайте надпись а а запас это же не читается так эмблема обнаружено на берегу озера искать в архиве о панике поехали осмотреть берег выполнена личненько пойдемте в архиве поищем что это за на лазер пас наверняка там какие-то сведения об этом есть где у нас там холмс то он что-то потерялся чуть-чуть ой не холмс это 20 найти ландер пас давайте поищем эмблема обнаружены на берегу у озера 1883 открытие первой железной дороги дело о банкротстве фене и обвиняются в убийстве банкротству доусон и неллигана эмиграция растет убийство у меня вот кажется что открытие первой железной дороги как-то может тут сыграть какую-то свою роль давайте дальше посмотрим землетрясения в колча страдали стивенс каннибалы победа при а буклы грабеж веллингтоне сокровища эллинизма украдены война махтиста новый английский художественный клуб тайна на пенлика летающий лобстер не новых и тут до хрена всего мне кажется что открытие первой железной дороги а то есть прям что-то должно быть право зарпас джек потрошить убийцы из вальчапела 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 что-то знакомое тут до хрена всего так-то а вот 94 все это конец я не видел ничего про лазар вас если вы что-то видели скажите пожалуйста я как-то не успел заметить а волос зарпас биржевые перевозки баржевой точнее перевозки так баржи лазер пас лидирует в перевозках тяжелых грузов марка зарпас связано с мексиканским консорциумом каракал опаньки смотрите как всплывают факты за да так который занимается водным транспортом поставками электричества и добычи в шахтах интересно связано с мексиканским консорциумом каракал и тут как раз есть мексиканец который сидит на этой в общем-то станции да но вот здесь вот вот в письме реально вот эти вот слова вскоре у меня будет достаточно денег чтобы оплатить закладной на дом очень подозрительно ладненько что у нас там еще есть осмотрите боковую ветку возле ившима но и остается в общем-то бывшим сходить там наверняка будут какие-то последние у нас подсказки к последней идеи которые можно связать где-то вот с этими штуками часть дороги может это связано а вот у мексиканцев есть специальный транспорт и у мексиканцев есть баржи да это наверняка связано должно было быть мексиканцы недавно использовали баржи на озере вероятно для перевозки чего-то тяжелого да они поезд перевезли чёп твою мать туда да брось нет чё там выбирал сначала поиск могли утопить затопленном карьере да могли исчез раньше поезд так и не доехал дающим он сейчас раньше и кто-то сделал фальшивый поезд но это да это ладно не проехал данкастер вот тут сложно сказать не проехал он нет наверное не проехал и правда скорее всего он свернул чуть раньше я малюк вообще запутался на смотрите боковую ветку возле ившим она поехали бывшим посмотрим что у нас там сделаем последнее умозаключение и в общем-то будем думать вспоминать вообще все что происходило в этом деле все фразы все факты все связи и уже принимать какое-то объективное решение если честно здесь движухи намного больше чем в первом деле и вспоминать придется более грандиозны в более грандиозных масштабах и как-то я пока не уверен что я смог упомнить вообще все аспекты этого дела боковую ветку возле ившима где это боковая ветка там там откуда поезд-то приехал кто-нибудь помнит так вот здесь есть здесь должен быть где-то указатель где-то лондон где-то не лондон я помню был указатель и где-то ведь был указатель с какой стороны лондон или это не здесь был указатель ладно поехали так искать просто другой стороны значит это боковая ветка отойди дружище не мешай а вот лондон не лондон лондон тонкастер лондон здесь тонкастер здесь боковую а подождите вот она боковая то есть со стороны лондона все-таки со стороны лондона а может вот эту штуку мука вот дверь открытий правда ты чё такое работает нет по ходу не работает а подожди тут и вести то некуда развалины здания посмотрю здесь была постройка совсем недавно ты его прошел только что да но я не понимаю холл зачем кому-то уничтожать сарай таким способом разбирали в большой спешке это очень странно да нет не говорите что здесь как-то и в шам завязан я его прям вообще отмел в самом начале реально не верится что здесь что-то может быть а вот так многочисленные следы так следы колес что еще глубокая колея так копыта а куда здесь нужно именно эти так следы колес глубокая глубокая колея то куда смотри а вот следы посмотрим поближе расстояние между дорожками 6 футов 7 дюймов опаньки та же самая тележка интересно повозка была тяжелой остались глубокие дорожки то есть но та же самая тележка это очевидно следы найдены возле разобранного сарае бывшими и у озера оставлены одной повозкой но это да это логично так спросить у станции ившим есть разобранный склад после к возле которого остались следы тяжелой повозки предположительно нагружены материалами а озеро это вот здесь вот да вот здесь вот мы видели всякие костер там был какой-то странный там ведь был вагончик вагончик был почему бы этому вагончику не стоять в этом здании которое сломали в этом сарайчике в целом как-нибудь вот тут вот может вот по этой дороге вот сюда 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 и вот на берег они приехали почему нет почему нет смотрите у меня примерно такое впечатление вот здесь вот из этого сарая выехал тот вагончик вот по этой дороге они приехали сюда и здесь их здесь точнее этот вагончик обосновался и ждал далее поезд вот здесь вот он проехал скорее всего здесь украли прототип утопили поезд через озеро на барже провезли прототип на другую сторону вот здесь вот этот прототип куда-нибудь прикрепили не знаю к лошадям к с какой-нибудь повозкой и уехали вот сюда вот или ну не знаю в какую-то сторону короче уехали и в целом вообще все тогда встает на свои места вообще все что можно на самом деле все прям как надо пойдем спросим что там произошло что это за сарай которые забрали плюс опять же если разобрали в большой спешке то хотели побыстрее свалить чтобы на том берегу оказаться и за вот он смотрящий так смотрите станции разобранный склад похоже что здесь был небольшой склад рядом со станцией но его разобрали почему же его ограбили ночью около двух недель назад полиция уже начала расследование но я сомневаюсь что они что-нибудь найдут чё опять на берег надо идти что же было внутри склада ничего ценного несколько сотен футов рельсов и их отдельной части но и вытащить их было бы тяжело кому только это понадобилось несколько сотен рельсов всего под всего доброго мой друг украдены части путей часть дороги к шахтам разобрана старая железная дорога карьер проехал честерфилд дорога карьеру так кто-то похитил рельсы чтобы временно восстановить недостающий участок путей к затопленному карьеру чтобы временно да слушайте реально так походу так и есть опаньки все соединилось красота поезд утопили в затопленном карьере реально мне кажется что так и есть мексиканцы утопили чилийцев блин давайте посмотрим там может какие-то еще конечно есть места куда съездить часть дороги к шахтам разобрана украдена части путей у ее что-то сломалась дорогу карьеру кто-то похитил в рельсы чтобы время дорога к шахтам кто-то похитили со временем пути к шахте кто-то похитил рельсы чтобы временно восстановить недостающий участок пути к шахте да вряд ли было бы странно ну-ка чему это противоречит интерес противоречит чему-то да вообще всему противоречит поезд могли утопить проехал честерфилд я на самом деле вот это вот очень похоже на правду что здесь все так соединяется и соединяется же правильно до соединяются мексиканцы утопили чилийцев скорее всего так есть построишь до дорогу да 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 так куда-то еще сходить можно посмотреть нет нет похоже все что можно мы тут открыли да не ребятки скорее всего так все и было скорее всего наверное так и есть и в целом я думаю что вы не будете против если мы так и проголосуем да в общем то очень правдоподобная версия все сходится все в общем то объясняется куда что пропала и зачем главное объясняется показания вообще каждого человека всякие страны вот эти пропажи со склада и все в целом реально сходится в одну такую цепочку которая скорее всего именно к правильному результату нас и ведет мексиканцы утопили чилийцев украли прототип и все простите пожалуйста и в целом наверное да так и есть мотив робинсона только не совсем понятен он какой-то тут вообще не в тему робинсон жертва вот тут какое-то ответвление от робинсона вообще ни к чему не ведет не знаю какой-то он странный чилийцы исчезли ну да и опять же объясняется смотрите объясняется что чилийцев не случайно оставили в поезде чтобы их убить наверняка так и есть мексиканцы рассержены что были разногласия тоже в принципе подходит мексиканцы устроил ловушку чтобы чилийцы остались в поезде да так в общем то все и вполне совпадаясь поезд могли утопить мексиканцы используют бажи на озере до для перевозки чего-то тяжелого наверное это и был прототип целом тоже логично саботаж шахту взорвали чтобы спрятать поезд но вряд ли мы в общем то подумали что наверное закрыли ли каких-то других путей не проезжал донкастер да скорее всего так есть заплатили смотрителю станции чтобы он отправил эту фальшивую телеграмму опять же ему нужны деньги так что почему бы он этого и не сделал ну и сейчас раньше и в шима да так и есть а дальше опять же мексиканцы после донкастера и перед ившимом отправили вот этот вот фальшивый поезд эту хрень как ее там тележку с фонарем и свистком реально все сходится все сходится ребятки так наверное она есть так мексиканцы утопили чилийцев это было тщательно спланировано убийство мексиканцы убили чилийцев и спрятали поезд в затопленном карьере чтобы скрыть улики ну да и это опять же объясняет тогда почему карьер который на старых картах не затоплен вдруг оказался затопленным и опять же это объясняет почему вдруг появилась брешь в дамбе которая позволила в общем-то затопить карьер так слепой правосудие вражда между мексиканцами и чилийцами привела к большим жертвам нужно действовать быстро вы свяжетесь с лэстрейдом и позволите полиции вершить правосудие даже рискуя получить международный скандал политическая игра с криминальными организациями такого уровня нельзя нельзя действовать нам дело требует деликатности вы дадите майкрофту шанс решить проблему даже если он получит с этого почему тогда мексиканц мексиканец ждет своих друзей на станции и так понял тоже кстати неплохая мысль ну давай попробуем от этого оттолкнуться он ждет их в донкастере ждет своих друзей в донкастере соответственно поезд донсказ донкастер наверное не а так подожди а может он их ждет потому что они свернули чуть раньше ничего не сказали но типа донкастер вот здесь вот а стрелка чуть раньше не знаю его просто не предупредили он как сидит и ждет вряд ли конечно странно не знаю но хотя он сказал что я с чили в целом если ему поверить потому что он изначально сказал что я из чили да конечно мексиканские сигареты и все такое может быть он и правда ну допустим может быть он мексиканец по происхождению но работал скажем на чилийскую компанию и то что он из чили он может быть не соврал и получается что мексиканцы убили чилийцев то есть они их утопили чуть-чуть раньше донкастера и получается что чилийцы до донкастера так и не доехали и он их сидит ждет может быть так но как-то когда он говорил что я типа из чили я не особо ему поверил и холмс говорил что он типа лжец но в целом это бы объяснила его непонятное присутствие в чили ой не в чили а на донкастере и он ждет типа своих чилийских друзей которых утопили в целом это было бы логично почему не тогда мексиканские сигареты хрену за ваш ну правда просто мексиканец по происхождению и скажем не двойное гражданство не знаю ладно вот только здесь вот хрен его знает что выбрать вражда между мексиканцами и чилийцами привела к большим же от вам нужно действовать быстро вы свяжетесь с лестердом и позволите полиции вершить правосудие даже рискуя получить международный скандал с киналем организации такого уровня нельзя действовать шумно дело требует деликатности вот идите майнкрафту шанс решить проблему даже если он получит с этого году дано наверно майкрофту дам в принципе рискую получить международный скандал но международный скандал это всегда хреново потому что сможет вообще войной закончится в итоге все станут враждовать и всякая такая фигня и и так то не очень прочное взаимоотношение в мире в целом а тут еще и такие накалы страстей да нет наверное все таки и правда втихую все это сделаем я думаю вы не против подтвердить моральный выбор ха не знаю даже если он получит это выгоду ну получит выгоду да и хрен то с ним может быть он получит выгоду в плане того что прототип этот сопрет ну и ладненько для нас же хорошо он на англию работает значит англия станет владельцем прототипа давайте наверно да и правда так и сделаем это в принципе вообще все объясняет и продолжить что же дело закрыто холмс что думаете делать я попрошу о помощи для ареста там были сообщники но я знаю этот взгляд у вас есть те что вы задумали холмс с одной стороны у нас местная полиция и рекомендации от нашего ластера проблема в том что официальные власти не способны действовать тихо они предпочитают грубую силу а это может вызвать международный скандал другая сторона мой брат майкрофт и его нудные политические игры он обнаружит виновников без проблем но это будет долгий процесс он затянется возможно но без выгодного компромисса в пользу майкрофту а не без возможно не без выигрышного компромисса и все-таки я дам майкрофту шанс в данном случае нам стоит убрать в сторону наши семейные принципы отправимся домой мне не терпит блин я не успеваю мне терпится закончить дело не уверен что мы закончили ну хорошо что еще ватсон мы знаем что директоров компании барказас утопили в затопленном карьере вместе с поездом и прототипом робинсона но нам нужно загнать виновника в угол но как вы собираетесь заказать о не только не говорите что мы нырнем в озеро ну что вы у меня есть идея получше нужно всего лишь использовать подкупленного начальника станции донкастер как приманку на нее клюнет наш мексиканский друг разумеется у вас есть план я иду за вами холмс а может этот мексиканец он типа на два фронта работает и туда и туда и для тех и для тех наше дело закрыто и мы отправляемся домой два билета до лондона пожалуйста сейчас подождите минуточку вы что же закрыли дело можно так сказать представляете спасателям чудесным образом удалось найти живого чилица который ехал в поезде полиция распорядилась немедленно отправить его в лондон ближайшим поезду он его вытащили да он же да ему вероятно повезло его состояние тяжелое перевозка рискованно но его постараются доставить в целости врач и офицеры полиции у этого джентльмена есть важная информация по делу уверен в этом ах вот как ваша станция прославится мистер дав журналисты появятся очень скоро до свидания до свидания джентльмена что-то у меня собрать ну да когда как бы подставляешь только народу вас обрадоваться не будешь некоторое время спустя какой-то дядька с револьвером идет стоит ватсон значит за углом о мексиканец с этим говорит о панике джентльмена вы арестованы черт возьми ты предатель ты на доме надо этот защитить чувака в руку ему выстрелить быстрее в руку пальнуть ему куда в руку конечно я не успел мать твою я хотел ему в руку выстрелить конечно как ему в руку пальнуть в руку в руку в руку в руку конечно в руку убивать его бессмысленно он преступник он может что-то полезное сказать нельзя ему в голову стрелять он полезной информации располагает отличный выстрел ватсон всегда считал вас талантливым сырком не хотел чтобы погиб кто-то еще холмс я думал что надо было прицелиться сначала боже мой я думал что умру а нужно было сразу стрелять не стоит так уж этому радоваться вы предстанете перед судом ваши показания очень важны для расследования хотел бы напомнить что содействие облегчит ваш приговор кстати ватсон вы не дадите мне несколько уроков стрельба да но не в нашей гостиной и вы не станете завязывать глаза я плачал почему зафейлил первый выстрел я подумал что нужно прицелиться как в прошлый раз с динамитом а потом уже стрелять а там нужно было очень быстро жмакнуть ему либо народ на руку либо на голову незачем целиться так это было тщательно спланированное убийство мексиканцы убили чилийцев и утопили поезд чтобы скрыть улики брешь в дамбе сыграла им на руку они использовали баржи чтобы помочь движению поезда несколько секунд а затем опрокинули его в затопленный карьер а вот она ночью было они разобрали пути чтобы скрыть преступления с криминальными организациями такого уровня нельзя действовать шумно дело требует деликатности вы дали майкрофту шанс решить проблему и как-то мне прям так нравится ребятки прям даже не хочу спейс нажимать да и не буду наверное мне кажется что очень очень все правдиво принять версию внимание вы сейчас закончите это дело сохраненные данные этого дела будут удалены нажмите да чтобы подтвердить смог свой моральный выбор и перейти к следующей главе нажмите нет и если вы хотите сделать другой выбор да сделаю в общем то такой выбор рейтинг личности не предвзятый статистика дело люди решившие дело также как и вы 68 процентов люди сделавшие такой же выбор 64 процента я на самом деле не особо понимаю правильно мы делаем неправильно потому что здесь есть статистика просто что люди поступают также или иначе и в принципе статистика потому какой моральный выбор делают либо грубо и позволить там властям до чтобы они шумно все это дело прикрыли но при этом может быть скандал меж этот межгосударственный то есть я не понимаю как бы правильно мы делаем неправильно с точки зрения игры вы можете вывести справку по игре и рабочим клавишам нажав фаде ноги кровавая баня не таки начал показывать тут много полезных у таких вот плюшек в заставках